вы ломаете систему по вашей методике могут пойти другие люди а это никому не надо человека лишили прав то что он стоит на учете и все никто не будет разбираться почему он попал на учет и тому подобное а вы людям предлагаете говорите ребята а вы скажите что я незаконно поставлен на учет так потому что большой процент людей поставлен незаконно здесь наш написал запой год там еще чего-то тот прочитал в направлении то же самое перенес туда как могут быть запою год если вы работаете как может быть запой год написал этот попов с чьих-то слов в общем направлении посмотрел подписи нет ну и как высланная история болезни смогут там тоже ошибка моих подписи нет кроме вещей там принятых такое что тот подхватил получается мурманский в этом диспансере тему и прислал сюда нашему ответ поставить на учет и этот подхватил получить получился замкнутый круг вот как получилось по сути то и куда не обратились что к нашему обращаться что в мурманск нигде ничего сведений никаких не дают что здесь полиции тоже тут по этим и по административке тоже все везде отказы все скрывает короче им нужно что-то придумать чтобы написать решение суда почему вас решить прав у них очень сложная ситуация потому что у них нету ничего единственное за что они сейчас будут цепляться за то что вы свое время нарушали общественный порядок путем злоупотребления спиртных напитков что доказано путем вынесения административных протоколов один раз один раз но вот они за него уцепиться и будут его обсасывать со всех сторон и так и сяк короче из вас сделают чуть ли не преступника только на основании того что существует этот протокол есть факт привлечения вас за пьянку и нахождение в этом состоянии это факт понимаете потому что вы это дело не отменили вы оплатили долг вы подписали протокол вы не обжаловали все здесь не надо ничего доказывать это уже установлено установлено что вы набухались и вели себя как-то непристойно конкретно как я не знаю потому что я не знакомился с материалами административного дела но факт этот уже установлен соответственно судья будет на это ссылаться он будет на том что вы врете вы врете когда говорить о том что вы не бухаете почему потому что вот есть доказательства установленном порядке доказано все вступила в законную силу заплатили штраф все я отношусь к вашим показаниям критически вот я принял лекарство шел по дороге домой но вот этому показалось что то не так вот пояснику и все вот он меня и оформил объясняю еще раз послушайте мне внимательно уже не имеет никакого значения есть установленный факт поздняк метаться понимаете поздняк ловить оправдываться что я не я хата не моя я не пил я лекарства там и тому подобное все это не интересно есть установленный факт который свидетельствует о том что вы привлекались к административной ответственности по статье 20.21 все этот факт есть нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте выявили себя неадекватно это установлено все не надо уже об этом говорить это установлено то что вы будете говорить то что это бы этого не было все вот ха 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 хи 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 только делать потому что вы этого не обжаловали вы это приняли все вы с этим согласились подписались страх заплатили не обжаловали все и от этого судья будет дальше отталкиваться ага так если вы привлекались по такой статье значит все таки вы побухиваете значит все таки у вас были основания в больничку то поехать а чё молчите то были основания то может побухивайте ну-ка скажите на когда основание конфликт конфликт был с супругой но побухиваете скажите вот когда женой по поругайтесь побухиваете ладно вам какая 51 просто давайте вот без протокола просто скажите побухиваете иногда ногу честно без протокола никто меня не видел и замечен скажите просто побухиваете как стресс снимаете ну вот конфликт на ситуация произошла в семье как расслабляетесь поехала лечение все а ну так на лечение поехали понятно что что отвлечение от чего куда-нибудь куда отправила туда и поехал куда-нибудь тогда даже было сразу ехать в дурку может быть не ну ладно выдержали испытания не признались что побухиваете серьезно я обращался военника нету все до свидания да сейчас микаса на свою всех берут военниками без военниками с ногами без ног побухивают не побухивают без военника восстанавливать вообще можно там имя отчество там товарищ судья ну получилось так что вот психиатра тут немножко погорячился есть такое дело там андрей александрович там прокурор вы тоже тут самое в принципе не заинтересованы на жалость хотите давить скажите на жалость хотите давить тяжело с кадрами на производстве работать некому понятно скажите на жалость ну товарищ судья ну поймите вот это все зачем это все вот это позиция слабого да и хозяин пожалей тому подобное ну к чему эта позиция не до позиция погорячился слегка ничего да не погорячился он уважаемый суд это этого вот этого психиатра нужно образно поставить раком и выебать ну суде так говорить не надо ну примерно суть для судей должна быть такая не погорячился он лишитесь работы водительских прав вы это называете погорячился вы так это называете если бы меня какая-то мразь сделала то что вы сейчас мне рассказывать я бы в ответ сказал погорячился давай ребята вы чё да я себя по уважать бы просто бы перестал сочи погорячился да вы можете желать не желать это не имеет никакого значения сейчас раком ставят вас они вы их и жалеть их не надо уважаемый там ваша честь там уважаемый суд товарищ судья какой нахрен он товарищ какой он ваша честь не надо перед ними не надо перед ними присмыкаться обращение уважаемый суд вы обращаетесь к органу а то что конкретные эти вот товарищи в мантиях позорят судебную власть и подаривают авторитет судебной власти это другая история никакому судье не обращайтесь на тему что ваша честь какая нахрен честь какая нахрен честь вот эта честь который там стоит в банке позорит судебную систему понимаете он сейчас землю роет чтобы вас признать виновным чтобы хотя бы что-то хоть что-то написать в решении своем о том чтобы лишить вас прав он только об этом думает он не думает о том как решить спор вашу пользу у него стоит другая задача жопу прокурора прикрыть прикрыть взыскания из бюджета судебных расходов которые вы понесли у него вот это стоит проблема понимаете он не думает о том что вас там оправдать как-то вашу пользу вынести решение нет такой задачи все что сейчас происходит вот эта вся суета она происходит только с целью того что против вас собрать какие-то доказательства якобы вашей виновности что вы реально имеете основания стоять на учете по алкоголизму им плевать на все доводы которые вы приводите вот понимаете вот и здесь здесь вы уловили самым самым главную изюминку все что происходит вот это все это что они будут пытаться в суде увести вы должны четко держать свою линию обороны и говорить о том что уважаемый суд да какая разница что кто где когда там что-то где-то нарушил тому подобное нарушена процедура постановки на учет вот этот на наблюдение диспансер на диспансер на нарушен все какая разница что я привлекался по 20.21 там когда-то ну да я не стала спалить для меня дешевле 500 рублей заплатить этому извиняюсь за выражение мудаку который просто для галочки у себя там для палочной системы решил составить этот протокол свидетелей отклонил не дал высказаться хотя и сам сказал что всеми способами защищаться и в то же время да это все понятно я вам объясняю что они сейчас всей вот этой толпою толпою судья прокурор менты все эти медики все работают против вас я вам еще раз говорю они роют они роют они роют доказательства чтобы хотя бы как-то обосновать у них нету ничего ничего нету и тут вдруг ни с того ни сего всплывает статья 20.21 куап да они охренеть они писаются от счастья сейчас там понимаете просто обоссались все ну как это не относится подождите уважаемый подождите что же значит не относится вы говорите что не употребляете спиртные напитки подождите а за что ж вас привлекли к административной ответственности вы брюте ну а почему именно по этой статье то есть вы хотите сказать что вообще не бухали да вы не были состоянии алкогольного опьянения то есть сотрудник полиции подождите сотрудник полиции ни с того ни сего решил против вас оставить протокол привлечь вас к административной ответственности вы с этим согласились все подписали обжаловать не стали штраф заплатили и сейчас вы мне тут говорите в судебном заседании о том что как говорится мы не пьем вам не смешно поэтому я не смотрел что там он написал какая-то да это ваши проблемы что вы там не образованы это ваши проблемы в чем вы там не образованы меньше бухать надо меньше нужно бухать и образовываться понимаете если сотрудник полиции которому нет оснований не доверять составляет протокол по 20.21 значит у него были основания значит вы были в состоянии алкогольного опьянения и то что вы тут рассказываете что вы не пьете это лошадь какие какие свидетели постановление вступило в законную силу оно не было обжаловано все это факт это установленный факт сотрудники полиции заинтересованы в плане бла-бла-бла бла-бла бла-бла есть постановление видите видите постановление в котором написано привлечь вас к ответственности по статье 20.21 видите нет у вас со зрением все хорошо не видели почему не обжаловали почему не если вы не согласны если вы не согласны вы должны были обжаловать а вы не обжаловали вы заплатили штраф заплатили штраф заплатили спрашиваю простой вопрос штраф заплатили отвечайте на вопрос не помните я вам напомню штраф вы оплатили своими конглюдентными действиями вы признали о том что вы знали что в отношении вас было возбуждено дело и вынесено постановление по статье 20.21 нигде эта статья не упоминалось не при оплате а за что же вы заплатили а за что же вы заплатили штраф просто так с гиббд приходил штраф вот может тоже самое подумал что это сгонить штраф там кстати в материалах дело есть что штраф уплачен и выводы один или два штрафа было понятно ну ну боретесь я вижу вижу что борете сопротивляетесь молодцы да как бы все нормально пока я вас не сломал в этом отношении но судья будет будет это делать будет до последнего отрицайте до последнего 30 уважаемый суд да я вообще ним не маковки в рот не берут а я не знаю есть у нее там этот курсы медсестры там речи так что в принципе тащите тащить ее обратно в суд еще раз заявляйте ходатайство именно объясните что она может показать и прям укажите что она проходила курсы что она медработник что вот то 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 что вот она подвозила что не было никаких признаков вообще там вот этих вот в чем что они там написали так вот он требует что психиатр должен быть у него по образованию мой свидетель да он может требовать все что угодно главное чтобы в материалах дела было это зафиксировано что было запрошу в протоколе это было все зафиксировано зафиксировано для того чтобы потом можно было вышестоящую инстанцию обжаловать вы понимаете что они хотят вынести решение не вашу пользу то есть скинуть себе ответственность по решению данного вопроса а дальше уже будете вам жаловать не будете 50 на 50 понимаете 50 на 50 не будете ну заебись значит ну значит они как победили даже в комментариях люди пишут тремор рук любая бабка торгующая на рынке маленкой может определить эти признаки а ему видишь ли подавай психиатр нарколог чтобы тремор рук определить понятно это все что как бы вас просто там просто решили вздрючить за ваш конфликт что вы решили свалить из этого учреждения это все понятно как вот по этим самым все полишали там и уехали проблем нет ну гладко все проходит потому что у нас у нас 99 процентов населения это извиняюсь за выражение быдло которая не знает как защищать свои права им пришло исковое заявление они кажется мы сделали все на этом все на этом прав лишились все на этом понимаете нет никаких проблем у прокуроров у судей вы у них просто ни с того ни сего вдруг нарисовались они в ахерии просто я вам я вам честно говорю они сейчас все в ахере подождите вот даже если взять вот он пишет в эпикризе этот мурманской специалист работоспособность восстановлена полностью это ни о чем не говорит это много чего говорит понимаете здесь вопрос не об этом здесь вопрос о том что у вас поставили на учет формально разобрались это незаконно все есть все пустая карта это все есть и прокурор там все вытащили так вот об этом и нужно говорить вас будут уводить от основной темы понимаете и судья будет включать дурачка я вам сразу говорю судьи не глупые люди они все прекрасно понимают но они умеют включать дурачка они начнут писать решение то что вот это вот это обмусоливать обсасывать то что административка была там то 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 что по большому счету не имеет никакого юридического значения и никак не влияет на суть рассмотрения дела потому что для правильного рассмотрения рассмотрения дела достаточно установить была ли ваша постановка на учет закона либо нет а то что вы там до этого происходило понимать у нас очень много людей которые бухают которые привлекаются по статьям и по этой статье и по другой и по хулиган и тому подобное но не при этом на учете не стоят у психиатра у нарколога хотя на них посмотришь хотя на них посмотришь и сделаешь выводы псих алкоголик вот там видишь чё это как сказать блин учет этот бог с ним вот так это основное понимаете из-за учета вас лишают прав из-за учета в прокурорском иске учет это в скобках добавлено а там лица больные f10 ну и пошел там список а эпикриз мондовский там указан этот диагноз в 10 хотя там в конце уже написано работоспособность установлена полностью вот этот мондовский он основание вот как я не знаю имеет скорее всего учет то понятно этот прост 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 это я момент проскочили важно именно учет учет важен посмотрите связи с чем хотят лишить вас прав именно с тем что вы стоите на учете это важно я читал вот этот иск прокурорский учет это в скобочках да хоть в квадрате 10 10 наличие болезни диагноза f10 вот что там основное я потом еще сейчас найду этот лист конкретно увеличу и потом ватсапе покажу но опять же это со слов направление нашего тот переписал мурманский вот откуда наш взял вот это вопрос месячные там эти самые гулянки то есть он переписал по факту я приехал туда абсолютно с нулевым показателем ничего там у меня не в крови нигде не было потом поставил алкогольная болезнь печени не подтверждено и в 60 там чего-то и я ему говорю что гепатитом болел это тоже влияет на анализы крови вот там то есть состояние печени косвенно определить можно вот этот болезнь гепатитом она влияет то есть а он поставил вопрос гепатит и знак вопрос гепатита почему он вот так вот сделал непонятно и скрыл еще все это все бумаги вот вы не скажите вот как вы думаете почему почему они вообще зачем они это сделали зачем они вас поставили на учет зачем вот это все произошло ну вот этот наш как его чудо уже он блин фото конечно бы его если посмотреть он такой сам вы можете его сфоткать а сфоткать вот будет возможность обязательно сфоткать его пожалуйста на суде где угодно я не знаю там после суда из-под кишка сфоткайте я просто хочу эту рожу опубликовать понимаете чтобы чтобы все видели и знали вот 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 эту вот не знаю как сказать этого человека да вы понимаете вот этот вот этот нарколог нарколог который с ваших слов бухает которого хрен поймаешь понимаете и он делает такие диагнозы ставить на учет ему нужно на учет встать ему нужно встать на учет прокапывается постоянно все говорят время от времени сфоткать его пожалуйста я хочу видеть эту рожу просто хочу вы не видеть эту рожу я надеюсь что после вашего вот этого дела это рожа у вас там работать не будет и другие люди не пострадают это как бы ну один из последствий который будет ну конечно я надеюсь все таки вы получите решение вашу пользу и никаких прав вы не лишитесь и не лишитесь работы тому подобное но для этого давайте посмотрим как вы правильно себя ведете несмотря на то что я там вас пытался развести на то что признаетесь там что-то скажите то чего не было ну вы достойно держитесь и так же продолжаете ничего не признавайте на заседание это пришел на мне было этот знаете есть афганка такая куртка где много карманов летние вышел какой-то этот самый тракторист начинает тут эти самые положения разные эти самые нормативы тут медицинские толкать вот это наверно его тут блин сбесила мне кажется не фаху это что вообще это дело во первых так долго рассматривается столько отложений просто понимают что если они сейчас вынесут решение вашу пользу это может очень негативно сложиться на судебную практику потому что завтра придут точно такие же как вы на вашем опыте будут ссылаться на ваше решение что вот меня так сказать поставили на учет без моего письменного согласия кто там их спрашивает ваше письменное согласие вы рабы вы быдло письменное согласие распечатаны на вот это что мне отправляли банки ему покажу прямо струбил вот вот этот документ должен быть где он все вот когда так наглядно показываешь бумагу это немножко должно подействовать а не то что там словами бросаться вы понимаете вы правильно все делаете вы абсолютно правильно делать делаете вы молодец вот я вам сразу хочу вас похвалить вы молодец вот вас трудно сбить с позиции даже несмотря на то что я там где-то на вас так сказать немножечко давлю да это мне знаете блин какие передряги были когда учился в выборге в авиационно-техническом у вас нервы железные вот это я готов признать были заморочки это блин наука выкручиваться меня даже в ментовку хотели взять осведомителем в аэропорт устроить я говорю а чё так они как-то по беседе посмотрели вы тут ну пытались что-то там попутать а было дело у друга короче 15 эпизодов этот 90-х годов на реки когда бомбили вот меня хотели за паровоза туда как самого старшего но ничего не получилось конечно не я готов отметить отметить момент такой на самом деле у вас железные нервы я вам серьезно говорю нет нервы у меня железные я долго могу терпеть ну вы очень долго можете терпеть я вам так скажу вы очень долго можете терпеть потому что вы судью выбесили понимаете вы меня тоже бывает выбешиваете но но вы все равно и все равно держитесь вообще просто нереально на провокации не ведете вот вот он не сегодня и туда-сюда я так быстро не могу я сначала разобрался залез посмотрел в интернете то все заявление то что уже готовы пришел мне вообще вот сегодняшний вот как это выплывал факт все это что на ментов и жаловаться это такая муть блин не знаю настроение сразу упало ну когда я этим занимался да понятно это все да потом начинает потихоньку что же дальше и все это вот в это время просто надо уже настраиваешься то-то-то это вот я же сразу вам говорил что надо на шаг впереди идти вот когда вы говорили ждать как ждать надо что-то делать вот сегодня кстати сейчас звонил этот юрист больнички сейчас не поговорю еще уже два звонка пропущены почему вы сегодня сделают эти обращения только для того чтобы дать понять им чтобы они от вас отъебались вот по-русски я вам говорю понимаете получается я куда не обращаюсь документы кому угодно мои идут только не мне вот это вот почему вот так все скрыто покрытым раком да и мы должны показать мы должны показать им наглядно что мы не лохи что мы будем сопротивляться понимаете понятно что никакого результата не будет от следственного комитета то что там вам ментеныш отказал в чем-то там это понятно все дед суть не в этом делом в том что кажется они начинают суетиться жопу поднимать от своего кресла писать отписки понимаете они скажут да отъебитесь вот не от него пускай он будет вот это ёбаное исключение которое блять исправил понимаете который подтверждает истину что все остальные бараны и лишать их нахуй прав просто за то что они стоят на учете понимаете задать вопрос конкретно его суде почему все скрывается с какой целью чтобы я вам отвечу с какой целью с какой целью скрывается для того чтобы вас нахлобычить потому что у вас нет доказательств что они скрывают потому что у вас нету ни одного официального обращения доказательства есть какое эпикриз на руки не выдан не было иначе было написано в эпикризе выдан на руки сознательно он ничего мне не выдал где сказано что вам должны выдать эпикриз на руки где сказано и каким образом он выдает я когда лежал допустим в кардиологии манчегорскими не все бумаги на руки каким нормативно правовым документом предусмотрено что вам эпикриз должен выдаваться на руки ссылку на норму права по ушной просьбы норму права назовите где сказано что должно быть так как вы говорите хорошо почему я сколько раз запрашивал в нашей больнице отказано было мотивировать что это собственность больницы вот это вот вот это единственный момент на который вы можете обратить внимание потому что под моим наставничеством вы задрочили их вы сделали несколько обращений на эту тему через почту россии сделали запрос вот этих карточек мед карточки и тому подобное да вы сделали все грамотно и теперь вы можете ссылаться что они вам реально отказали да это факт это факт через почту россии я в монт писал это я с какого месяца но они долго не отвечали это тоже уже должен быть ответ течение трех дней сам факт вы суде докажете что вы обращались вот если бы вы когда выписали когда вы говорите что вам эпикриз должны были выдать на руки и вам его не выдали и если бы вы подали письменное обращение с доказательствами на руках что вы это обращение сделали и вам бы нет дали ответ понимаете и либо дали отказ вот это было бы жесть это было бы по красоте это было бы ништяк это бомба понимаете да но этого ничего не было понимаете не было этого ничего все что вы говорите на словах подождите все что не говорит давайте параллельно говорить все что вы говорите на словах вы можете это не произносить нигде Потому что этому доказательств нету, потому что я много раз вам говорил, всем говорю, обращаю внимание, взаимодействие, общение с организациями, органами государственной власти и тому подобное с юридическими лицами должно происходить только в письменном виде, только, никаких иных вариантов быть не может. То есть пишите письменную бумагу, фиксируйте то, что вы эту бумагу подали и только в этом случае у вас есть доказательства, что вы обращались. Вас заверяю, вам обязательно дадут ответ, обязательно, когда они будут знать, что вы обратились в установленном законном порядке и у вас есть доказательства тому, что вы это сделали, вам обязательно ответят, потому что иначе вы их выебите. Понимаете это или нет? Вот у вас есть три официальных обращения с доказательствами, с описью почтовых отправлений, с трек-номером, все это есть, с уведомлением о вручении, все это есть. Это ваш большой плюс, я ничего не говорю, да, вот здесь вы молодцы, но здесь вы это сделали, вы можете на это ссылаться, но когда вы говорите, что вам эпикриз не выдали на руки, так а вы не просили. Вы не просили, и вам никто не должен его выдавать. Докажите обратное, докажите обратное, докажите обратное, что вы просили, покажите документы, подтверждающие, чтобы вы обращались с письменным заявлением о выдаче письменного эпикриза. Нету, нету, не надо туда сотрясать воск, нету ничего устного, сколько раз уже говорить. Вы обращайтесь в организацию, от имени организации, в данном случае больницы, выступает главный врач, понимаете? То, что вы обращались к врачу лечащему, к уборщице, к медсестре и тому подобное, это все бла-бла-бла-бла-бла. Ну хорошо, вот если верить по медицинской карте стационарного, находящегося в этом самом стационаре человека, нигде, ни по каким инструментальным, или еще каким-либо, кроме этого тримора, там, сфабрикованного, блин, и ни стагма глаз, ничего не подтверждает, что там, что-то, какие-то заболевания, давление 120-80, все нормально, там, это, ну, как бы все, кроме как вот этот анамнез со слов, там, ссылки и так далее. Ну, я не знаю, там подписи моих тоже нету. Ну, я понимаю, что подписи нету. Я эту карту медицинскую не вел, поэтому я никак не мог видеть, что там пишется, чего они писали. Вы понимаете, как себя ведут судьи? Они говорят о том, что оснований не доверять сотруднику полиции нету. Оснований не доверять работнику, там, медицинской организации нету. Они же как, смотрите, говорили, как судья говорил красиво о том, что, говорится, вы что, ставите под сомнение историческую службу, там, эту медицинскую, о том, что вот они там такие, там, вам будут неправду говорить? Надо было сказать, и на старуху есть проруха, блин, столетняя. В этом-то и сути заключается, что вот эти вот товарищи, которые уже закосленелые, которые уже привыкли... С ним же выгонит, что ли, еще общаться? Просто не стесняться так и говорить, да, да, уважаемый суд, именно я не доверяю этим сотрудникам полиции, я не доверяю этим медикам. Да вы можете о них думать все, что угодно, но я им не доверяю. Потому что в моем деле они сфаблигровали диагноз, они сфаблигровали много, да, чего сделали. Почему вы должны им доверять? Вы поэтому в суд пришли и говорите, что я не согласен с ихними доводами. Вот пускай они доказывают, пускай они показывают эпикриз, медицинскую карту с вашими подписями и тому подобное, понимаете? Да мало ли, что они там написали. Да не сейчас могут написать все, что угодно. Они сейчас могут написать все, что угодно. Да, заинтересованность прямая. Средство получения по МАЭСу на учреждение. Вот у всех что тут. Смотрите, они сейчас напишут, что вы педофил. Вы дали такие объяснения, что вас привлекают мальчики, маленькие девочки, понимаете? Вот он напишет эту хуйню, и что вы будете делать? Скажете, что... При этом не сообщит. И не сообщит, да. И вам клеймо, оно всю жизнь это будет, понимаете? То, что какая-то мразь вот это написала. С вами даже это не согласовало. Даже с этим диагнозом госструктуры уже просто не возьмут на работу, хотя оно мне не надо. Я к тому говорю, что в законодательстве у нас огромный пробел. Что когда зависит вынесение каких-то диагнозов, каких-то решений, от усмотрения какого-то должностного лица, там, медработника, без вот этой вот процедуры, когда это согласовывается с пациентом, либо там с обвиняемым и тому подобное, так не должно быть. Потому что сейчас эти медики могут нарисовать все, что угодно. Они могут завести новую карточку, они могут написать вообще все, что угодно. Потому что по законодательству вот эта медицинская карта, это их медицинская карта, в которую они вносят какие-то там данные. Которые в принципе не предусматривают наличие вашей там подписи. Единственное, что предусматривает, это получение от вас письменного, добровольного согласия на медицинское вмешательство. Понимаете? Так у них этого нету. Вот и это основной ваш довод о том, что вас поставили незаконно на диспансерный учет, потому что вы согласия такого не давали. А все, что они там написали, напридумали, нафантазировали, да это ваши кровавые мальчики, девочки и тому подобное. Идите нахрен с этим. Вот на этом позиция ваша должна стоять. А то, что вы там где-то там по какой-то статье административной привлекались, там якобы в состоянии алкогольного опьянения находились, да какое это имеет отношение? Никакого отношения это не имеет. Имеет отношение только то, что вы не давали своего письменного согласия на проведение вот этих медицинских вмешательств, в том числе постановку на диспансерный учет. Потому что что такое учет? Это периодическое наблюдение за вами, вызов к врачу, анализы и так далее. Смотрите, суть иска в чем заключается? Лица там, состоящие там, т-р-р-р, вот. К этому надо идти. Суть иска, о чем говорит, не то, что там административные какие-то правонарушения, или еще чего-то. А гласит, что лица, состоящие там на диспансерном наблюдении. Его не должно быть при любом раскладе. Так я об этом и говорю, что предмет, предмет вообще спора, предмет спора, то, что вы незаконно стоите на учете. Все на этом, понимаете? Да, суть иска заключается, да, не куда-то там в стороны пошли гулять. Они хотят вас увезти в сторону, они хотят вас увезти в сторону. Потому что судья не просто так запрашивает документы, которые не имеют отношения к делу. Эти документы не имеют отношения к делу. Это все попытка увезти, понимаете? Судье в своем решении нужно что-то написать, понимаете? Он не может написать ваши доводы о том, что, как говорится, ну, железные доводы. Вы не давали письменного добровольного согласия. И все на этом точка, понимаете? И вот он должен что-то написать, понимаете? У него стоит задача, у него стоит задача удовлетворить иск. Вы это должны понимать. Прокуратуры, прокуратуры, в вашем иске, естественно, отказать, понимаете? Это одна, одна система. Одна система. Верно, вероятность, послушайте меня, вероятность того, что суд будет не в вашу пользу, 99%. Даже если у вас будет абсолютно все доказательства, что вы правы, а у них не будет никаких доказательств, в принципе, просто он вынесет решение не в вашу пользу. В принципе, знаете почему? Потому что в надежде на то, что вы, как основное быдло нашей страны, не будете это обжаловать. Понимаете? А если вы будете обжаловать, это вам, блядь, как награда будет. Как награда. Ну, хуй с собой. Раз ты такой, сука, настойчивый, отъебись, на тебе, блядь. Молодец. Заработал. Возьми пирожок с полочки. Понимаете? Основания иска, в общем, вот этого прокурорского, его нету по факту. Сейчас, если признают, то, что вот это все незаконно, основания нету. Поэтому требуется дело это все прекращать. Вы не уловили мысль. Я вам говорю, что да вы правы 100%. Вы правы. Вы юридически правы. Послушайте меня. Вы полностью правы. Вы дело должны выиграть. Вы правы, блядь, во всех процентах. Понимаете? Вы послушайте, что я вам говорю. Я вам говорю, что им похуй. Слышите меня, нет? Да я понятно. Слышу. Поэтому вы морально настройтесь, что вы будете обжаловать дальше. Морально настройтесь. Я вам еще раз говорю. По закону, блядь, вы победите. Но пройдя через охуенную кучу преград. Понимаете? Да, конечно. Уже тут... Вот все. Настраивайтесь. Настраивайтесь на то, что вам придется, блядь, обжаловать эту хуйню. И, скорее всего, даже не в одной инстанции. Вышестоящей инстанции, в кассационной инстанции и так далее. Понимаете? Ну, по поведению судьи, блядь, все ясно. Уже все ясно. Ну, о чем вы говорите? Как он себя вел в предыдущем судебном заседании? Ну, как он, блядь, просто смеялся? Как он сейчас роет землю? Он собирает доказательства, которые не имеют никакого отношения к сути дела? Хорошо. Но куда он денется от этих самых приказов Минздрава, что вот это незаконное все? Да что ж, вы, блядь, меня не слышите, что ли? Ну, ебаный, вроде я ругаться сейчас начинаю. Вы меня не слышите, что ли? Вы... Еще раз внимательно вам объясняю. Еще раз внимательно вам объясняю. Слушайте внимательно. Слушайте. Слышу. Вы сто процентов правы. Услышали? Услышали, я спрашиваю? Слышу я, слышу. Просто я проситываю возможные варианты. Послушайте меня. Вот дослушайте меня еще раз. Я не знаю, почему вы не хотите слушать с первого раза. Вы правы сто процентов. Вы должны дело выиграть. Ну, я вам еще раз объясняю. Это система. Это система, которая просто так не сдается. Ее нужно ломать. Она дает вознаграждение только тем, кто добивается, кто себя чувствует человеком и пытается быть человеком. Понимаете? Ему похрен на это законодательство, на приказы, Минздравы и тому подобное. Потому что у него стоит задача. И он эту задачу выполнит. Потому что его уровень выполнять приказы. Ему позвонили, сказали, дорогой, блядь, чтобы, блядь, все нахуй. И он вынесет, и он, блядь, он напишет в решении суда, что белый лист черный. Похуй ему, понимаете? Потому что ему позвонили и сказали. Но, 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 есть у вас шанс. Потому что мы сейчас хоть и настолько сильно прогнили, да, в правовой системе, во многих системах, еще теплится какая-то слабая надежда на вышестоящий суд, на вот это вот, что там на самом деле, блядь. Ну, потому что совсем, совсем просто вести по беспределу. Совсем по беспределу вести, потому что это все равно публикуется. Эти судебные решения публикуются. У нас адвокаты, там, юристы в учебных заведениях учатся, им это все показывают. Ну, блядь, ну иначе зачем эта, нахуй, система существует правовая? Нахуя вот эти юридические факультеты, блядь, и тому подобное. Нахуя? Если это, нахуй, ничего не работает. Поэтому там, там, вышестоящие инстанции, они должны, сука, придерживаться этого законодательства. Только ради того, что, блядь, не ломать эту систему, ну, потому что это, нахуй, маразм. Это, блядь, сука, Северная Корея и тому подобное. Вы можете это понять или нет, что мы живем сейчас в системе, когда у нас законы не соблюдаются. Их нарушают, в первую очередь, те, кто следит за их соблюдением, понимаете? У нас судьи, судьи в первую очередь нарушают законы. В первую очередь, в первую очередь, понимаете? Послушайте меня внимательно. Почему я перешел от этой хуйни про эти маски, про эту вакцинацию на эту судебную систему? Потому что вот оно говно, понимаете? Вот это говно, которое нужно показывать людям. Смотрите, в каком говне вы живете. Посмотрите на эти рожи, на этих судей, которые себя так ведут, понимаете? Да это беспредел. И вы мне начинаете говорить про какие-то законы. Да какие нахуй для них законы? Она вот вынесла решение, и ей похуй. Она знает, что ей ничего не будет. Этой суде. Я запрещаю видеосъемку. Я выгоняю слушателя. Я не выдам решение суда. Я вот запрещаю вам больше столько-то минут в прениях говорить. Я вам вот это запрещаю. Да она просто бог и царь. Она себя возомнила, хуй знает кого, понимаете? Королевичну, блядь. Ну вот я смотрел процессы там некоторые в Таташвили. Вот он говорит, народ это источник правосудия. Какой нахуй источник правосудия? Оглянитесь вокруг. Оглянитесь вокруг. Кто у нас вокруг? Сука, вы посмотрите этих баранов. Эти бараны носили маски. Как можно уважать этот, блядь, народ, который, сука, ходил в намордниках? Скажите, пожалуйста, блядь. Единицы людей были, в том числе и я среди этих людей. Я горжусь этим, что я, сука, не одел этот намордник. Я, сука, не вколол себе эту хуйню, которую мне заставляли. Я не поехал в эту хуйню, которую, блядь, меня заставляют сейчас ехать, блядь, убивать людей и тому подобное. Вы понимаете, что кто вокруг нас? Какая власть вокруг нас? Быдло. Конченое быдло вокруг нас. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Вы сами понимаете, о чем вы говорите? Вот смотрите, еще, Владимир Владимирович Путин сказал, что от качества работы, судей, зависят судьбы людей. Ой, блядь. Тоже не то. Да вы понимаете, я вам дохуя могу что сказать. Я вам могу сказать, слушайте, вот я на месте президента, вот есть такой анекдот, блядь. Президент издал приказ, нахуй взятки не брать. Все такие ходят, шушукаются, ебаный в рот, поигните, блядь, президент. И сказал, сказал, блядь, взятки не брать, блядь, все нахуй, пизда, блядь, взятки не брать. Да вы понимаете, что всем плевать. Ведь вся сложность, вся проблема в том, что законы, даже законы, которые придумываются для рабов, для нас с вами, понимаете? Не для тех, кто эти законы придумывает. Не для президента законы придумываются. Не для депутатов, не для судей, не тому подобное. Для нас, для нас, для быдла. Даже, сука, эти законы, даже эти законы не исполняются. Понимаете? Я имею в виду не исполняются со стороны тех, кто их принял, понимаете? То есть они нам установили рамки, какие-то границы, какие-то там процедуры и тому подобное. Но даже, блядь, в этих, сука, рамках пытаются нас еще наябывать, понимаете? Нету честных правил игры, просто их нету. Ну вот как-то я ваш процесс там слушал, вроде как судьи адекватные попадаются. Я себя веду немножечко. Понимаете? Давайте сходить из того, что все-таки я, это я, вы, это вы и другой человек, это другой человек. Знаете, в чем разница моя и других людей? Не в том, что я знаю законы. Да похуй всем на эти законы. Я вам еще раз говорю. Никому не интересно. Я вам вообще могу прийти на судебное заседание и херню вообще говорить. Просто говорить херню и говорить о том, что согласно с такой-то статьей, такой-то, такого-то закона, понимаете? Вот просто от балды придумывать, понимаете? Просто придумывать от балды. Важно не то, что я говорю, а как я говорю, как я себя веду. И важно, как вы себя, люди, ведете. Вы как себя ведете. Никакой закон, сука, вас не заставить надеть на мордник. Сука, никакой. Никакой, блядь. Даже в высшей инстанции. Отменили же вроде. Блядь, отменили, отменили. Вот мы, блядь, живем по принципу, блядь. Отмашку дали, одели. Отмашку дали, блядь, сняли. Да, сука, вы что, сука, творите-то, а? Ну вы люди ли кто вы, сука, звери, блядь? Зверьки, блядь. Слушай, они нас заставляли на работе маски. Да никто на... Послушайте меня. Никто, никого не заставлял. Вам трос просто предлагали. Да. Вам предлагали. А вы, быдло, отца страха, одевали. Да почему одевали? Я говорю... Потому что высыкло все. Вы высыкло. Вы высыкло. Вы одевали, блядь. Потому что вы боитесь за семью. А как же сейчас я работу потеряю? А как же мне же там, блядь, приеми лишат, блядь? Так, сука, нету этого ничего. Все построено на страхе. На вашем быдлячестве. Раболевстве и тому подобное. Вы боитесь всего. Вы просто не можете быть людьми, человеками, блядь. Не можете быть людьми. Вам, сука, нужно законы придумывать. Правила устанавливать. Потому что вы быдло. Вас, как баранов, нужно в стадо поставить и вести. Потому что, блядь, у вас своего мозга нету. Вам поводырь нужен. Пастух, сука, нужен. Что мне еще тут добавить? Мне, блядь, нечего добавить. Извиняюсь за выражение. Я на эмоциях это сейчас все высказал. Потому что, ну на самом деле, просто я общаюсь с людьми. Мне порой просто удивляют их поведение. Они придумывают какие-то оправдания. Да вы не надо ничего придумывать. Кем ты себя считаешь? Если ты считаешь себя человеком, веди себя как человек. А если ты быдло, встань в стадо и не выябывайся. Просто не выябывайся. Права он пришел в суд защищать. Ёбаный в рот, не смеши меня, блядь. И не только права, рабочее место. Рабочее место, блядь. Ты кто? Вопрос простой. Ты кто, блядь? Если ты быдло, блядь, в стадо стал, блядь, морду опустил, блядь, и мычи, блядь, в унисон, блядь, что тебе говорят? Послушайте, судья и прокурор ничем от ответчика не отличаются. У всех равные права. Все, что тут говорить? У всех равные права, блядь. Коммунизм, СССР, живые люди, хуня и прочее тому подобное. У всех равные права. Вы, блядь, вообще слышите, что вы говорите, а? Какие нахуй равные права, блядь? Оглянитесь вокруг, блядь. Вот я, блядь, вот я, послушайте на меня, я вот, блядь, о себе скажу. Вот я, блядь, и бомж лежит, да? Вот, сука, у нас равные права, да? Хорошо, если там кто-то себя считает, судья, пусть он скажет, что он, чем он улучшит, остальных других там, или... Да кому он должен ничего говорить? Вот понимаете, вот смотрите, я вам, я вам, я вам скажу свою философию. Блядь, охуенно простая философия, блядь. Я человек. Мне похуй, блядь, кто что обо мне думает. Я нахуй никому ничего не должен, и мне никто ничего не должен. Я должен там кому-то что-то говорить, там, то-то, то-то. Все, что я делаю, все, что я делаю, в судах, там, или еще как-то. Мне это просто интересно, потому что то, что я делаю, это психология. Да понятно, сука, там. Многие люди говорят, блядь, ты столько законов знаешь, ты вот это знаешь, что-то. Ну, конечно, да, я соглашусь, в какой-то степени я дохуя знаю, да. Потому что, блядь, невозможно этого не знать, потому что ты с этим сталкиваешься каждый день, блядь, невозможно этого не знать. Когда ты себя защищаешь как человека, понимаете, блядь, невозможно этого не знать. Когда ты живешь по их правилам, и ты, блядь, так или иначе их изучаешь и пропускаешь через себя эти правила, ты их знаешь уже наизусть. Да, я, конечно, что-то знаю. Но не это главное. Я всем людям говорю, ребята, да не имеет значения. У нас дохуя умных адвокатов. Ну, посмотрите, как они себя ведут в суде, как они защищают своих подзащитных. Да это пиздец просто. Это просто пиздец. Я своего адвоката бы отхуярил бы просто, блядь. Просто бы так отхуярил. Только не за того, что он не знает законов там или еще что-то. Не за это. А за то, что он чмо. Он трусливое чмо. Потому что он боялся защищать мои интересы. Он боялся за свою карьеру. Он боялся возразить и тому подобное. Понимаете, в чем фишка? Вот мое, сука, отличие от этого всего, вот этого, блядь, марокобесия. То, что я, если иду защищать человека, сука, понимаете, я, блядь, порву кого угодно. Даже если я могу что-то не знать, но мой напор, мое стремление, мое уверенность и тому подобное говорит саму за себя. И именно поэтому судьи, сука, меня боятся. Они поэтому меня боятся. Потому что знают, что меня остановить невозможно. На меня влиять невозможно. У меня невозможно отобрать, блядь, чего у меня нету. У меня невозможно отобрать статус адвоката, потому что у меня его, блядь, нету. Я не адвокат. Но я знаю законодательство. Я знаю, что я могу быть защитником по уголовному делу. В порядке статьи 49 УПК. И как бы сейчас судья там не выеживался, блядь. Как он бы, блядь, не издевался по поводу того, что, блядь, до сих пор меня не допустил в качестве защитника там по одному уголовному делу. Он должен понимать, что, он должен понимать, что, сука, если он меня не допустит, это будет, блядь, Белозерская номер два. Потому что касационная станция, в областной суд я не верю, это хуйня все. Касационная станция отменит этот приговор. Потому что недопуск защитника, недопуск защитника, это грубейшее, существенное процессуальное нарушение. Нарушение моего доверителя. А те доводы, которые я там буду приводить в качестве защитника, да мы расхерачиваем это уголовное дело просто как, как, как не знаю что, блядь, как бог черепаху, просто, блядь, ни в что. Такие что, ее просто отстранят от работы и все, что ли? Ничего больше ее не будет? Да ну что вы! Да я же публично говорю. Я публично говорю. Я костни лягу. Это, это, я не буду ругаться. Это судья сядет. Она сядет. Она должна это знать. Она знает это. Она сядет. Ей пиздец со мной не повезло. Не повезло просто. Не смакаться на камень. Вы понимаете, насколько это нужно быть мразью, мразью посадить человека, зная, зная, что он не виновен? Это насколько нужно быть мразью, чтобы возбудить уголовное дело, зная, что он не виновен? Это насколько нужно быть мразью, чтобы подать заявление о совершении преступления, зная, что он не виновен? Это мрази. Эти мрази, которые должны ответить. Это не глупость. Это вера. Это вера в безнаказанность. Я обязан любыми путями, законными, сделать так, чтобы эти твари понесли наказание. Не такое, которое я понес, а многократное большее. Потому что человек, который решает судьбу другого человека, он несет огромную ответственность. Если ты стал судьей, ты должен так рассматривать дело, так подстраховываться, чтобы потом ночью спать нормально. Потому что ты своим решением ломаешь судьбы, блядь, ни одного человека, ни того, кого ты обвиняешь. Ты ломаешь судьбы детей, жен, матерей, сука. Когда ты, мразь, выносишь приговор о лишении свободы на год и восемь месяцев за, сука, за две пачки просроченного творога, якобы, которые были похищены, блядь. Я понимаю, что ты можешь дурака включать, или дурочку о том, что, как говорится, я, блядь, усматриваю признаки хищения, грабежа и тому подобное. Да здесь не надо быть юристом, нужно быть просто, сука, нормальным человеком, просто почитать разъяснение Верховного Суда, что такое хищение. А может быть, все-таки нет признаков хищения, поскольку умысла-то не было. Может быть, все-таки это нужно расценивать как в максимум, как самоуправство, максимум. Человек пришел, пришел в магазин, защищает свои права и говорит, возьмите, сука, у меня деньги. Тварь на кассе, возьми у меня деньги. Возьми деньги за, блядь, за буханку хлеба или там за две пачки творога. Возьми, сука, деньги, блядь. Не продавай мне свой намордник. Возьми деньги, тварь. И в итоге, в итоге защищаешь свои права, свое право, сука, на жизнь, на питание и тому подобное. Обращайся в правоохранительные органы. И эти правоохранительные органы, вместо того, чтобы привлечь этого кассира за самоуправство, за нарушение прав потребителей, они против тебя возбуждают уголовное дело за хищение. Это что такое, блядь? Вы, сука, охуели, что ли? Что с вами происходит, блядь? В каком мире мы живем, блядь? Если был заказ, то они бы... Да это заказ был 100%, потому что нужно было, сука, Мамаева убрать, блядь, сука, с этих экранов, потому что, блядь, и сейчас они хотят меня убрать. Вы что думаете, не хотят меня сейчас убрать? Да сейчас еще сильнее хотят меня убрать. Вы просто не знаете многих вещей, блядь. И жучки были в автомобиль подсунуты, блядь, и провокации на вымогательство и тому подобное. И, блядь, и со мной общаются, блядь, вот эти ФСБшники, хуешники, блядь, через третьих лиц, понимаете? Через подставных и тому подобное. Мы с ними разговариваем вот таким вот образом, понимаете? Они меня под контролем держат, они держат меня под контролем, якобы думают, что под контролем держат, потому что вот знают мои мысли. Да хуя ничего знают. Нихуя они не знают. В пути Господне неисповедимы. То, что я им даю возможность думать, что они знают. Они знают. То, что нужно, значит, они знают. Да, да, да. Я не глупый человек. Да, я не говорю о том, что, как говорится, я пиздец все просчитал. Я тоже наебался в многих вещах. Ну, в частности, в том уголовном деле, который на меня возбудили. Ну, я немножечко, скажем так, расслабился. Ну, думал, ну, блядь, пошучу, блядь, по троллю, ментов подрачу, блядь, судей подрачу, блядь, и меня не посадят. Нет, нахуй, блядь. Похуй, они посадят. Посадят любого, блядь, невиновного, блядь, непричастного. Нахуй, просто посадят, и все, блядь. Иди себя защищай. Я не рассчитал вот этот момент, что, кажется, им похуй будет на все. Просто похуй на все. Даже сейчас не ставлю какие-то ставки на то, что меня кассационный суд там оправдает. Отменит приговор. Хотя там другого решения быть не может. Просто его быть не может по определению. Будет отмена приговора. Это было изначально известно еще тогда, когда я только первый раз зашел в судебное заседание, когда мне Белозерская сказала, иди нахуй, блядь, без маски, мы будем рассматривать без тебя. Еще тогда я-то знал, что эта вся клоунада, которая устраивается там, это все хуйня, я это все отменю. Козленком отпущение будет она теперь. Не, ну то, что она будет козленком, это понятно, это понятно, это все же понятно. Это очевидно. Дело не в том, что насколько, сука, нужно быть глупым человеком, чтобы вестись на мои провокации. Вы же прекрасно понимаете, и люди умные, которые понимают, что я делаю, они должны понимать, что это моя провокация. Так я говорю глупая. Так вы не поверите, вы не поверите, вот эти вот хуторцевые, масловые. Они не понимают этого, что я их провоцирую. Они ведутся на тупую провокацию. Они танцуют. Контент на ровном месте делают. Да, они делают контент на ровном месте. Вместо того, чтобы спокойно... Владимир Владимирович, мы вам разрешаем провести видеосъемку. Да там ничего интересного нет. Нету там ничего интересного. Вот это монотонное слушать. Нету ничего интересного. Контент мой основан на том, что они мне запрещают это делать. Они сами себя... Ну, они ведутся на провокацию, понимаете. Вот я надеюсь, что я донесу до Масловой, до Хуторцевой, что вы глупость творите. Вы занимаетесь хуйней. Да просто разрешите человеку вести видеофиксацию. Покажите, как вы можете проводить в рамках законодательства судебное разбирательство. Ну, я не думаю, что вам прям по каждому делу там башляют. Я уверен, что никто вам не башляет. Так просто рассмотрите дело в рамках, так сказать, справедливости, закона. Просто рассмотрите дело без каких-то ограничений сторон, без какого-то вот этого язвления и тому подобное. Да, может быть, я себя в какой-то степени в отношении них веду вызывающих. Я согласен. Да, я такой. Я провоцирую. В этом сути заключается, что как бы я провокатор. У меня YouTube канал так и называется, что я провокатор. Я провоцирую. Но не ведитесь на эти провокации. Вот если вы обратили внимание в последних всех моих роликах, как себя ведут сотрудники полиции. Да они максимально пытаются избегать общения со мной, потому что они понимают, что я их буду разводить на провокацию. Лучшее, что они могут придумать, развернуться и в прямом смысле бежать. Бежать, не оглядываясь. Но у них молчит. Я заметил. Стоять, молчать, обтекать то, что я говорю. Либо бежать. Других путей у них нет. Все, что я говорю, я говорю в рамках дозволенного. При них. Я их не оскорбляю. Там, не дай бог силу не применяю. Я никогда силу не применял и не буду применять. Ну, если это не касается моей защиты жизни, здоровья. Они понимают, что они просто не вывозят со мной разговор. Я же с ними разговариваю не с точки зрения законодательства. Я просто общаюсь с точки зрения психологии с человеком. На самом деле это не сложно. Попытаться разложить все по полочкам. Не надо ничего раскладывать. Может быть, высокопарно это будет звучать. Но человек не должен общаться с муравьями. Понимаете? Вот люди, вот эти вот сотрудники полиции, которые приходят, приезжают на вызов, они себя ведут как муравьи. Понимаете? Они не подготовленные. Они не знают своих обязанностей, своих прав, законодательства. Они не знают, им дали пистолет, они пришли на работу. Они ходят на работу, понимаете? Они не на службу. Они пришли, и вот они так по понятиям решают какие-то вопросы. И когда перед ними появляется человек, который знает законодательство в какой-то степени, который их тупо не боится, и ведет с ними диалог, они теряются. Они превращаются в детей. Просто дети. Маленькие дети. Я вот на них смотрю, мне иногда их жалко. Просто жалко. Я говорю, я иногда даже забавляю обороты и не продолжаю их чморить. Ну потому что, ну, я вижу, что они беззащитны. Ну, далеко ходить не надо. Вот из последних кроликов. Приехали сотрудники полиции в суд. Ну, ребенок стоит передо мной. Стоит ребенок. Дебильная улыбка на лице. Вы что тут делаете? Кемо-то уже кончилось. Ну да, ну, вы посмотрите на это чудо. Разве это сотрудник полиции? Разве это сотрудник полиции? А на пристава посмотрите, который заикается, не может вообще понять то, что он там заучил, понимаете? Вот он права от обязанностей отличить не может. Он вообще не понимает вообще, в какой системе он находится, что есть такие правоохранительные органы. Каких его знает? Может быть, я на самом деле там что-то очень до хера знаю, но, блядь, я считаю себя обычным человеком. Без каких-то там особых познаний. Я вообще считаю, что вот таким, как я, ну, в плане знаний, понятно, что не в плане там психического развития, может быть, я там не совсем адекватный человек, для кого-то могу показаться. Но с точки зрения законодательства, знания, ну, любой должен человек быть такой, на таком уровне знаний. Я об этом как бы прямо говорю в своих там роликах, там где-то я в стриме говорил о том, что, ребята, ну, ну как это вы, вам там 30 лет, там, ну, 35, там, 40 лет. Ну, ёпте, блядь, вы не знаете вообще законы страны, в которой вы живете. Ну, вы охуели, ребята, блядь. Вы не знаете трудовой кодекс, блядь. Вы не знаете гражданский кодекс. Административный, уголовный. Да вы охуели, ребята. Есть такое дело. И вы приходите к юристам, решите за меня проблемы. Я вот, вот у меня тут есть такой клиент, я не знаю, выложить этот ролик, не выложить, блядь. Там жестко я с ним разговариваю, конечно, блядь. Возможно, я выложу, а может не выложу, посмотрим, как, короче. Он думает, что он бабки заплатил, блядь, и нахуй, блядь, юрист перед ним прогнулся, блядь, рачком встал, блядь. Да я, сука, его рачком поставлю, блядь. Клиент там, блядь, он в себе, в себе увидит. Привод, что ли, что-то. Ну, это есть такой момент. Он, блядь, немножечко попутал, блядь, ночью мне, блядь, звонит, блядь, угрожает, блядь. Ух ты, ничего себе. Ну, короче, ладно, смысл не... Ну, понятно, ясно. Короче, я к чему это все говорю? К тому, что, ребята, вот, ну, блядь, ну, ну, будьте людьми. Я понимаю, что, как бы, мы привыкли, там, совок этот был, блядь, СССР, там, это хуйня, вот это все было. Плюс мы любим, блядь, царя, чтобы, блядь, батенька, там, о нас позаботился и тому подобное. Ну, блядь, давайте все-таки пытаться быть людьми, я не знаю, там, блядь, человеками, там, хуй, знаю, как угодно называть можно. Давайте просто, просто, просто быть людьми, изучать законодательство, отстаивать свои принципы. Я не знаю, какие там у вас принципы, но они, блядь, должны быть, эти принципы, понимаете? Вы на этом основан человек, понимаете? Я очень сильно уважаю людей, которые думают иначе, чем я. И они защищают свою точку зрения, взгляды. Я пипец этих людей уважаю, понимаете? Я не говорю, что я истинно в последней инстанции. Я до хера чего не знаю, я до хрена в чем заблуждаюсь и тому подобное. Я очень хочу общаться с людьми, которые грамотнее, умнее и тому подобное. Сильнее меня морально. Ну, просто, люди, давайте быть людьми. Просто, я ничего такого как бы не говорю сверхъестественного. Просто себя уважать. Себя уважать. Начните с себя. Вот все говорят, начните с себя. Вот я тоже за это. Начните с себя, начните с себя уважать. А уже от этого пойдет все остальное, понимаете? Если вы будете себя любить, уважать, ценить. Соответственно, вы не позволите, чтобы с вами обращались как скотиной. Чтобы на вас надевали намордники. Всякую хуйню вас кололи и тому подобное. Вас заставляли к чему-то, принуждали. За какие-то ковришки, какие-то деньжатки вам накидывали. Найте вам, блядь, 195 тысяч в месяц. Пиздуй кое-куда. Есть такое дело. Я вот на эту всю ситуацию смотрю. Я не расстроен. Я не расстроен. Я считаю и отношусь к этому философски. Что на самом деле просто идет какая-то чистка. Просто чистка. Вот это вот стадо вырезают. Просто вырезают. Убирают вот это вот никчемный мусор. Просто. Это очень цинично звучит из моих уст. Но я, может быть, так пытаюсь себя успокоить. Потому что людей не переделать. Понятно. Есть, допустим, я знаю, людей не работают. Там за квартиру не платят. Ну пусть там, да, у него права были. Он даже не придет, к примеру, на это заседание. Ну, да, там, ну вычистили. Хоть там у него и машины есть. И нафиг ему эти права не нужны. Он просто не придет. Ну, вычистили. Там вот в списке было еще там два человека. А если работает человек. Там, соответственно, ну, из трудовольства. Действующая, как, получается, единица общества. И тут, на тебе, блин. Вышибают почву из-под ног. Не знаю. Кто-то может и смириться. Вот. Ну, уже, я, тем более, уже сколько лет работаю по профессии. Как-то не собираюсь куда-то. Там, другие, в другие места, там, или с чего ли работу терять. Не входило в планы. Извините. Понимаете. Да, я понимаю, что должно быть разумность какая-то. Я согласен с тем, что не нужно перегибать палку. Я согласен, что, как бы, не надо на амбразуру лезть, там, я не знаю, там, порвав на себе тельняшку, там, вот, как вот, там, допустим, там, есть вот эти политзаключенные, орать во всю глотку о том, что, кажется, там, то-то, то-то, там, это неправильно. Умнее нужно быть. Умнее нужно быть. Не надо так в открытую. Ну, может быть, конечно, они сделали определенную ставку на то, что, как говорится, власть сменится, они потом займут определенные места и будут лидерами и тому подобное. Ну, это их расчет. Я не собираюсь, как бы, там, оценивать. Это, получается, если они осуществят планы, там, допустим, иск, там, предположим, они лишают дохода ячейку общества, семью. Вот это вот уже. Ой, боже мой. Для тех людей, которые стоят там вверху у власти, люди это мусор. Это средство. Это способ. Какая нахуй ячейка, о чем вы говорите? Какая нахуй ячейка, блядь? Если они вот эти, вот, выбивать вот это все, блядь, ничего хорошего не будет. Да что не будет хорошего? Вот вы все говорите, вот, блядь, русские долго, блядь, запрягают, быстро едут. Чего, блядь, запиздешь? Ну, не знаю, вот, смотрите, ситуация с вагмаром. Кто тут, кто тут, что нахуй запрягает? У нас не осталось людей, которые нахуй что-то запрягают, понимаете? Не осталось, осталось просто, блядь, трусливое стадо, которое в норах сидит. Генералы диванные. Что, Вагнер, вы понимаете, вот этот спектакль, который происходит, вот этих, там, у меня телевизора нету, как бы я не смотрю, потому что, блядь, это не надо. Я, не знаю, я вот, если я смотрю, там, ютуб, все, выборочно, я сам решаю, что мне смотреть. Я понимаю, что мне там подкидывают какую-то информацию, но я все равно, как в какой-то степени, скажем так, самостоятельный выбор в контенте. Я не та бабушка, не тот дедушка, который, блядь, смотрит там несколько телепрограмм, как этот зомбоящик, и он все, он зомбирован. Это потерянные люди. Они мыслят. Нет, но для объективного мнения надо видеть, что там говорят, что в ютубе, и так далее, и все везде. Нет объективного мнения. Вы знаете, в чем проблема? В том, что невозможно определить, где истина. Невозможно. Это теоретически даже невозможно. Вот у меня, вот смотрите, у меня свои взгляды, у вас свои взгляды. Так вот, на самом деле, ни я, ни вы не правы. Потому что, ну, мы по-разному воспринимаем мир. Абсолютно по-разному. Нету ни одного человека, который бы воспринимали мир одинаково. Это физически невозможно. Вот буквально физически. Где-то золотая середина должна быть. Нету. Нету этой золотой середины. И быть не может. Нужно понять одно. Вот я, когда вот эти вот рассуждения смотрю, там, допустим, кто-то там топит за, кто-то топит против, кто-то за одну сторону, кто-то за другую сторону. Там, допустим, Россия права, там, допустим, либо Украина права. Ну, блядь, нету этого. Нету, понимаете? Не так все просто мир устроен. Не так все просто. Мы этого даже с вами не понимаем. Я не понимаю до конца. Но мне хватило ума понять, что, сука, я не понимаю то, что происходит у нас в мире. Я не могу этого понять. И никто этого не может понять. Потому что мир очень сложный. Он сильно запутанный. И мы не... Ну, из-за власти, из-за денег. Понятно, из-за чего-то все. Не просто так это все делается. Да, ну, да. Ну, не буду отрицать, что деньги нужны любому. Но это не сама суть. Ну, вот, смотрите, послушайте. В мире битва за ресурсы идет. Это уже очевидно. Это давно уже идет. Тут еще тут непонятного. Там нефтяные промыслы. Там где-то там все везде по чуть-чуть. На Украине там посевы, там этот чернозем. Это уже давно идет. Это одна из версий. Одна из версий, которую вы сейчас излагаете. Да много... Получить это, не затрачиваясь особо. Это вполне нормальное такое. Это как стремление некоторых государств. Ничего такого нет. Это давно было уже. Но это ваша версия. А я вам могу сейчас... Несколько версий накидать, которые вы просто в шоке будете. Понимаете? Накидать. Вот просто сейчас от балды придумаю. Но вот одна из версий... Одна из версий. Вот мы... Мы на планете Земля, да? Вот вы и я. Посмотрите. Космос, Вселенная. Сколько миллиардов, триллиардов, сексиартов планет. Вы что, до сих пор верите, что вы... Мы такие, блядь, сука, изы избранные? Да нет, конечно. А вам не кажется, что мы даже, сука, не муравьи? За которыми, блядь, наблюдают. Я уверен, блядь, на тысячу процентов, что мы, сука, никто. Мы даже не пыль. Мы даже, блядь, не микрон, блядь. Мы ничтожество. Конечно. Если в этом плане, ясно, понятно. Так вот, отсюда вы начинаете думать тоже, понимаете? Да, деньги важны. Да, важна там ресурс. Но, блядь, в масштабах то, что я сейчас сказал, это настолько, блядь, ничтожно. Это пыль, что это просто неинтересно даже об этом разговаривать. Понимаете? Кто ты вообще такой, да? И кто? Мы с вами до сих пор не знаем вообще, кто мы есть такие. Мы не знаем, что, блядь, сука, на нашей планете происходит. В толщах океана. Мы не знаем, что происходит в космосе. Мы вообще, блядь, не знаем, что происходит на Луне, на Марсе, на Солнце, блядь. Да мы, блядь, наша цивилизация, это, блядь, максимум, хуй, знаю, там, сто, сто, сто пятьдесят лет. Да мы вообще нифига не знаем. Да в том-то и дело, что, поэтому я говорю, ребята, давайте все-таки, как говорится, как говорил Кот Леопольд, давайте жить дружно. Не хотят. Упорно не хотят. Да похуй на них. Вот на них, на всех с большой колокольней. Вот мне, по большому счету, так оно и есть. Я в Бога не верю, я вам честно скажу, я в Бога не верю. Но я вам скажу, вот нам дал кто-то, кто-то свыше дал нам возможность прожить вот эту никчемную жизнь. Ребята, давайте просто быть людьми, теми, кем мы себя считаем. Просто давайте проведем свою вот эту ничтожную микросекунду в этом, блядь, мгновении жизни там. Достойно. Родим, сука, детей там, еще что-то. Ну, у кого-то получится оставить след, сука, давайте его оставим. Нет, да и хуй с ним это. Все, вспышка мигнула, потухла, следующее все. Мы что-то такое, что вот это микрон, который не существует. Давайте просто пройдем вот эту вот жизнь достойно. Не будем друг друга ненавидеть, убивать и тому подобное. Вредить кому-то там, что-то делать, понимаете? Просто, да. Так вот, вот так вот и я того же мнения. Просто непонятно, вот, ну, теперь уже что тут, ясно дело, тут сколько всего это. Власть, деньги, вот это все переворачивает, и потом ничего от человека не остается. То, что я понял и осознал, на самом деле все очень просто. Вот я вам просто, вот, не знаю, услышите вы меня, не услышите, и, ну, я вам говорю, что все на самом деле очень просто. Простота состоит в следующем. Не делай то, что ты не хочешь делать. Тебя никто этого не заставит и не будет заставлять делать. Мир так устроен, что что-то происходит, я не знаю, во вселенной, что тебя не могут, в принципе, заставить то, что ты не хочешь делать. Я не встречал в своей жизни, чтобы меня кто-то, помимо моей воли, заставлял что-то делать. Вы поймите? Это понятно. Так это непонятно. Людям этого непонятно. Вы понимаете, что никого, никого из этого стада баранов не заставляли надеть намордник. Никого не заставляли колоться, никого не заставляют ехать на СВО, никого. Все. По контракту добровольно. Все люди делают по своему добровольному согласию. Не знаю, как у вас, но у меня позиция, не позиция, или может стиль такой, вот меня жена частенько ругает. Ты кому угодно помогаешь, только дома вообще почти не делаешь. И вот постоянно. У меня и сосед, царственное небесное от ковито помер, тоже старался помочь там кому-то, в чем-то там, мелочь какую-то вот. Ну, может быть, потом зачтется где-то в этом плане. Не то, что там есть такие люди, которые все там, гордятся запорами, тянут там до себя, там выгоды какие-то еще. Ну, не знаю, это не наше. Ну, у меня на эту тему, вообще, что, что касается мужчин и женщин, это отдельная тема, это очень такая глобальная тема. Ну, я вот, если обобщенно, не вдаваясь в эти половые отношения, скажем так, я вам скажу так, что в первую очередь каждый человек должен думать о себе. О себе. В первую очередь вы никому ничего не должны. Ни своей любимой, жене, детям, власти, там, правительству, президенту, соседу. Никому вы ничего не должны. Вы это должны понять как аксиому. Как вот в математике есть определенные правила. Вы должны это понимать. Все остальное, что вас пытаются заставить делать, чтобы вы поверили, что вы кому-то должны, что вы должны, там, жене, там, я не знаю, там, айфон купить, там, на работу ходить, власть любить, там, еще что-то. Это вас просто заставляют, манипулируют, принуждают, как угодно, понимаете? Насчет детей, задача, правильное направление. Не всегда правильно получается, правда. Ну, смотрите, что такое дети? Ну, дети – это другой человек. Я понимаю, что вы можете влиять на человека, но это максимум, что вы можете сделать. Но вы не можете управлять им. Вы можете своими примерами показывать своему ребенку, что вот это хорошо, вот это плохо. Это максимум, что вы можете делать своим примером. А ребенок уже сам решит, хочет он подражать своему папе, там, либо не папе. Либо он хочет, так сказать, подражать, там, какому-нибудь ублюдку, там, не знаю, там, Маргерштерну, там, какому-нибудь там блогеру и тому подобное. Вы не можете здесь, по большому счету, повлиять. Дети не ваши уже давно. У нас так устроен мир, что вы думаете, что ребенок ваш, он давно не ваш. С момента, как только он родился, по большому счету, этот ребенок принадлежит уже не вам, государству, жене в лице государства, которое защищает эту женщину с этим ребенком, который вас на элементы опускает, в долги вгоняет, политику определенную ведет. Ребенок не ваш. Ваше было ровно до того момента, пока у вас, в вашем организме находились определенные сперматозоиды. Это, блядь, было ваше. Характер передается. Конечно, гены передаются, все передается. Не факт, что ребенок будет вас любить. Не факт, что ребенок, как вот любят все говорить, принесет вам стакан воды. И не надо требовать это от ребенка, он вам ничего не должен. Вам ребенок ничего не должен. Вы для себя должны понять, что вы прожили на этой планете, в этой жизни микросекунду. И вы там, ну, для себя, когда будете уходить в иной мир, будете понимать, что у меня там, допустим, есть дочь, сын, сын там, еще кто-то есть. На ноги поставить еще задача. Да не надо никого на ноги ставить. Не надо никого ставить на ноги. Сами себя поставить. Поверьте мне, это будет услуга. Не вмешиваться в жизнь другого человека. Где-то, может быть, помочь. И это не важно, даже ребенок, не ребенок, любой человек. Вот подойдет ко мне бомж, да, скажет, помоги. Если я на самом деле увижу, что как бы он нуждается именно в помощи, а не на бухаловку там какую-то, конечно, я помогу. Да, я иногда какие-то вещи совершаю подобного рода. Потому что, ну, блядь, у меня сердце, блядь, сука, не железное. Я вот по большей части, вот по работе, допустим, да, там стараемся больше что-то в шутку перевести. Где-то что-то там, это все перевести в другой план. Пошутили, посмеялись и все, там все довольные разошлись. Начальником охраны с зоной устроился, там не русский. Его с зоной турнули, потому что много грубил людям. Вот он тут предлагает начальству обнести колючкой ущелье. У вас две горы, там туристы ходят. Ему сказали, денег нет, все, до свидания. Вот он просит закупить зеркала эти под машинами, заглядывать, что там, ну, как в зоне делают, да? Может, зэк там зацепился или еще что-то. Заставляет чоповцев проверять на въезде машины, никогда такого не было. Это все тут. Дальше что идет, куда, вообще непонятно, что. Раньше ни КПП не было, ни охранников, и не требовалось вообще это. Вообще ничего не было. Все, как люди работали, зарабатывали, и никто не... Там проблем каких-то не было, сейчас все. Все загораживают это дело, охрана, заставляют там добровольное согласие на обыск писать. То, что к тебе освидетельцы, этим карманным алкотестом, добровольное согласие тоже пишли. Заставляют писать добровольное согласие. Блядь, вот в самой формулировке маразм. В реестр и подают списки в управление, те, кто не подписывает это добровольное согласие. Так не подписывайте, ребята, на самом деле это просто, это просто психологическое давление. Я вам открою секрет, не будет ничего. Не будет ничего. Я хрен, послушайте меня, я хрен знает, что происходит, кто над нами сидит сверху, но он просто говорит. И делает так, что если ты в конечном итоге отказывайся, ну реально отказывайся делать то, что ты не хочешь, Блядь, все решается очень-очень легко, ничего не происходит, никто тебя не заставляет, никто тебя не увольняет, ничего не происходит, блядь, волшебство происходит. Так я им пытаюсь людям объяснить, вот у нас водители, автобусники, там, вот я на КП пока сидел, там подменял, но они ему подписали, и все, вот тебе говорю, зачем? Так я об этом и говорю, что вот это быдло, я этих людей называю быдло. Ко мне много людей, послушайте, ко мне много людей звонило в этот период масочного режима вакцинации, там вот в свое время я работал, там каскад серебрянский, ГЭС, звонят и говорят, Блядь, мы все понимаем, мы знаем, что мы не должны, нас не могут заставить, мы все нахуй знаем. Ну что нам нахуй делать? Они мне спрашивают, что нам делать? Мы знаем, что это незаконно, мы знаем, что они не имеют права заставлять. Блядь, они мне, они мне, сука, консультацию проводят, они мне все рассказывают, то, что я должен им рассказывать. Они говорят, мы это все знаем. Я им говорю, так не подписывайте, так не делайте. Блядь, они не знают, что делать, понимаете? Они, бараны, звонят мне и говорят, блядь, мы все знаем, но мы быдло идем, блядь, как, сука, кролики на удава, блядь. И вот он, блядь, консультируется, получает от меня, блядь, лишнее подтверждение, что он прав, что он не имеет права заставить. Вот это все, он все это получает. Но он, сука, такой трус. Он, как, сука, заяц конченый, он идет и все равно, блядь, это делает. Он подписывает, так сказать, добровольное согласие. Он делает эту хуйню себе в вакцинацию. Он надевает этот намордник. Блядь, что? Что эти люди себя представляют? Кто это такие? Что это, блядь, за существа? Вы понимаете, я когда вот хожу по улицам, когда отменили этот масочный режим, благо уже сейчас уже практически нету на улицах вот этих дебилоидов, блядь, в масках. Ну, сука, когда отменили, блядь, сука, продолжали ходить в этих, сука, намордниках на подбородках, блядь, дебилы, сука. Другого слова я подобрать не могу. Ну, сука, если ты такой принципиальный, если ты веришь, блядь, в коронавирус, в эту всю хуйню, да ты, сука, одень намордник себе, блядь, на нос, блядь. Не носи, сука, на подбородке. Ну, что это такое? Это что, сука, такое происходит? Это вы что показываете? Своё, блядь, раболепство? Или что это такое? Вы что показываете, блядь? Вы что, сука, думаете, власть вас это оценит, что вы намордника надели, выразили своё, блядь, ку, блядь, перед тем, сука, вы выразили это? Почему судья ни с того ни с сего надела намордник, блядь? Да мы прекрасно понимаем, какой нахуй коронавирус рожу свою хотела спрятать. Рожу хотела спрятать. Чтобы люди не узнавали её на улице и в подъезде, где она живёт, потому что то, что она там творила, даже Хуторцева отменила её постановление. Это последнее, во что я мог поверить, что она отменит эту хуйню. Но даже Хуторцева это отменила. И в итоге, месяц, наверное, уже скоро прошёл, до сих пор дело не назначено на рассмотрение. До сих пор мой доверитель, мой подзащитный уже в отпуске находится, уже скоро должен за отпуском вернуться. До сих пор дело не назначено. Я даже не могу отследить ещё дальше. Отменили постановление о привлечении к административной ответственности в виде ареста на 14 суток? И всё на этом, блядь. И что дальше где? Где, блядь, где нахуй рассмотрение справедливое в судебном заседании? Где вот эти менты, которые должны, блядь, отвечать за побои и тому подобное, за фальсификацию протокола административного, за якобы отказ от медицинского свидетельства, где они пиздили, блядь, где они пиздили человека, блядь. Наручники ему одевали, тому подобное, после ДТП. Видел, видел. Вы понимаете? Так что, что, ну где, где, понимаете? Где это дело? Вообще, на каком основании его держали в этом, блядь? Да не на каком основании. Не на каком основании. Они его, в принципе, хуй знает на каком основании из больницы забрали. Давид даже по видеозаписи, что он, блядь, ну после ДТП башкой отхуяченный. Просто отхуяченный башкой, блядь. Ему помощь нужна, блядь. Им надо было выбить что-нибудь с документом. Подписал, чтобы еще что-то. Ему нужно было поставить галочку, что они, блядь, отработали. Они поймали очередного, блядь, преступника, либо правонарушителя, блядь. Мы молодцы. Нам премию нужно в этом месяце и тому подобное. Вот это им нужно было, да. А то, что вы превышали свои полномочия, там руки-ноги ломали и тому подобное. Их это не интересует. И вот они как барашки блеют. Помню, не помню. На допросе, блядь. Ладно, один хоть пришел, я его там полтора часа расчехлял по полной на допросе. А второй, так сказать, тогда же не явился. Настолько ссыкло. Ссыкло. Боится он. Боится дать показания. Сейчас они все придут и скажут. Ой, это ж так давно было, я ничего не помню. Я ж не помню. Включался дозор, либо нет. Выключал я дозор, либо нет. На ком был дозор. И вообще, я нихуя не помню. Понимаете? Вот так они будут говорить. А хули здесь помнить, ребята, блядь. Вы свои бумажки, блядь, откройте, которые вы, сука, подписывать, даже заполнять не умеете. Да там столько, нахуй, процессуальных нарушений, что я не понимаю, почему до сих пор дело еще находится в судебной. Почему нету оправдательного, блядь, решения и, блядь, не выплачены определенные выплаты в пользу моего доверителя, а именно его судебные расходы, которые мы обязательно будем взыскивать. По полной программе, блядь. 200 тысяч взыщем с этих ментенышев. Просто с них взыщем. Вот мелочь я заметил. Вот дозор, да, включается, выключается. Можно же, в принципе, узнать, а раньше наблюдались ли неисправности вот этого дозора? Да не было там никаких неисправностей. Не было там. Просто ментеныш выключал. Я понял. И теперь его взять, этот аппарат, можно же, он до сих пор где-то работает же, если взять его и обследовать, рабочий он или нерабочий. Смотрите, ну они придумали версию, ну придумали. Ну и естественно версию. А эту версию надо, можно же опровергнуть, что это. Да что там, давайте я вам просто в двух словах скажу. Этот ментеныш, этот ментеныш, послушайте меня, он все судебное заседание, все полтора часа моего допроса говорил о том, что он, он, ментеныш, управлял этим дозором, что он находился у него, он его включал, выключал, то зеленый, то красная кнопочка, то-то-то, то-то, блять, но мы же смотрим на видеорегистратор. А я вам открою секрет. Этот ментеныш, который дал показания в суде, он даже не прикасался к этому дозору, блять. Этот дозор был у его коллеги, у коллеги, который составлял административный материал. Вы понимаете, что это, что он врет, блять. Он настолько, он настолько врет, что он, он тупо завалился на том, что он вообще дозор находился у другого человека, не у него. А он нам рассказывает истории про неисправность дозора, про то, что то зеленое погасит, то красное перестанет гореть. Ну, обратите внимание, я почему их хочу в суде их-то пригласить, потому что я их расхуячу там. Они себе уголовную статью заработают, потому что у этого, я не знаю, как, блять, сказать, чтобы не ругаясь, хватило ума сказать о том, что он приводил в чувство, блять, побоями, ладошки по лицу хуячить. Там же есть конкретный эпизод, когда они тупо выключили дозор на 4 минуты, отхуячили человека, отхуячили, одели ему наручники, понимаете, потому что их бесила сама ситуация, их бесила ситуация, что они, сука, не могут составить протокол, потому что он, сука, отдубляется. Ну, не пошло, не по плану все, не по плану пошло. Он должен был подписать, он должен был подписать протокол, и дальше хоть, блять, трава не расти. А он в таком состоянии, что он даже, блять, подписать не может. Да еще, сука, про адвоката заикается, блять. Отвод. Отвод говорит какой-то, понимаете. Да они в ахуе там были, просто они психанули. Они просто психанули. Они выключили дозор, отхуячили его там. Через 4 минуты включили дозор, он там, блять, сука, рыдает. Это же видно, блять. Это видно, блять. Они его отхуячили, просто, блять. Ну вот теперь, говорит, мы по-человечески. Да, а теперь мы по-человечески, да, типа, блять. Пряник. И показательно такой, когда они зашли второй раз такой, громко начинают говорить. Понятно, что там дозор, хуй там, что слышно, что там, что там, плачет. Ну я-то могу звуки-то вытянуть у себя на монтаже, как говорится, поднять уровень звука. Я же вижу, что он там плачет. Убивают, кричит. Перед тем, как в отдел полиции зайти, вы что там, сука, творите вообще? Как они в суде сказали, что вот он повредил автомобиль. Ну предоставьте доказательства. Предоставьте видеозаписи с регистратора, где он себя ведет неадекватно. Перед тем, как вы начали ему выламывать руки. Что-то и повредил, это не дает права, что там совсем... Конечно, конечно. Нет, он ничего не повреждал. Он просто, ну, сильно дверью хлопнул. Ну, вы знаете, да, как в наших машинах. Повредил автомобиль, значит, пишите, что повредил, где доказательства. Да ничего он не повреждал. Я говорю, он просто хлопнул дверью. Хлопнул дверью сильно. Какая взаимосвязь между повреждениями автомобиля и того, что вы прессуете... В судебном заседании-то я спрашивал, с какой целью вы причиняли боль? На этот вопрос ответить невозможно, потому что так поступают только садисты. Ну, зачем? Зачем человеку, который в наручниках, который лежит лицом на земле, зачем ему на ноги становиться? Протокол не подписывает. Сотрудники полиции, они знают, как себя вести. Они провоцируют. Они провоцируют на оскорбление. Они провоцируют на какие-то угрозы. Они провоцируют на какие-то действия, там, допустим, сопротивление физическое и тому подобное. Сотрудники полиции четко это знают. Потому что очень много людей эмоциональных. Их легко спровоцировать. То есть, вынудить человека на то, чтобы он начал тебя оскорблять. Он начал тебе угрожать. Он начал тебе применять какую-то физическую силу. А в отношении сотрудника полиции это уже уголовные статьи. Вы понимаете, что эти твари именно умышленно это делают? Они пользуются вот этим моментом, что человек может находиться в алкогольном опьянении, там еще в каком-то состоянии, просто быть крайне эмоциональным, взбешенным, там, каким-то поведением. Потому что они же сначала как? Сначала его провоцируют без видеокамер. А потом включают видеокамеры и получается, что вроде как необоснованно в ответ оскорбляют, там, что-то совершают и тому подобное. Они же потом в суд предоставляют только определенные фрагменты. Там решение суда уже было заранее известно. Они не учли только один маленький момент, что защитником вдруг ни с того ни с сего окажется Мамаев. Мамаев Владимир Владимирович. Они охуели просто. Ведь судья Кузнецова, она изначально хотела все-таки рассмотреть дело по существу. Но после того, как я начал на нее давить о том, что ознакомиться с материалами дела, предоставить время, когда она это отказала, говорит, ребята, нет нахер, мы будем сейчас рассматривать. Я откладываю до 17 часов вечера. У вас есть время, ознакомливайтесь. И только когда я демонстративно позвонил своему коллеге, сказал, что приезжай с камерами, сейчас мы будем, сука, здесь хайповать, блядь. Мы эту хуйню сейчас все покажем. Труханули. Труханули, блядь. Труханули. И что произошло? Вдруг нарисовался повод. Давайте, блядь, перенесем судебное заседание. Понимаете? Ну, спасибо. Спасибо. Хватило у этой мировой судьи ума. Хватило все-таки дать нам возможность подготовиться к судебному заседанию. Да. Да, там очень много потом было подлянок. Много было подлянок. Некрасивых. Это я ей отдельно скажу. Кузнецовы, скажу, ребят, ну, ну, вот вы говорили, у меня же это все зафиксировано на аудиозапись, на видеозапись, о том, что вы говорите, о том, что, ну, куда ж, куда ж ваше ходатайство-то денется, ну, куда ж денется, не надо подавать через канцелярию. Давайте мне в ручки, в ручки мне давайте, а я такой наивный. Нате, нате, вы же такая красивая, и оснований мне вам доверять нет. И потом в судебном заседании появляется новый мировой судья Мороз. Появляется такая, и в ответ о том, что я подал какие-то ходатайства Кузнецовой, она говорит, а в деле, а нету, а кто это сделал, а нету этого, а кто, а нету, не поступало. Это насколько нужно быть конченным, чтобы вот это творить. У меня же есть этому доказательству, что это было. А кто это все, вот эту подмену судей делает? Вот кто, кто тоже, наверное... Я не знаю, кто это решает, я могу только предполагать. Я предполагаю, что это решает председатель суда. Я это так предполагаю, я могу ошибаться, я не знаю. Председателю суда, естественно, кто-то звонит. Естественно, кто-то позвонил и сказал, ребята, блядь, надо ментенышев спасать. Надо спасать, статья им светит. Кузнецова сказала, блядь, блядь, это надо. Хорошо, не хочешь, иди, блядь, в отпуск, пойдет, значит, Мороз. Она у нас молодая, блядь, делает все, что нужно. Послушная. Послушная, да. Судья, который начал рассматривать дело, он обязан довести дело до конца. Посмотрите мой последний ролик. Маслова ни с того ни с сего решила рассмотреть дело. После того, как я ей сказал, что вы не можете рассматривать, она понятна, что сказала, да, да, я вот только тут какие-то мелкие процессуальные вопросы решу, а так мы будем откладываться. Дело будет рассматривать основной судья, который до этого рассматривал. В этом судебном заседании представитель ответчика предоставила приложение номер два к договору, который, в принципе, все опровергает. Потому что в том приложении сказано, что те услуги, которые якобы вменили человеку на оплату, они бесплатные. Ее, бесплатные. О чем я говорил? О том, что люди, когда приходили в эту клинику стомологическую, им на словах говорили одно, а в суде потом говорили другое. То есть сначала это у вас было все бесплатное. Лечение кариеса бесплатно. Профчистка бесплатно. Вот это нахуй все бесплатно. Все бесплатно. Все нахуй бесплатно. Протезирование только платно. Вот такую стоимость. А человек подумал, подумал, да нахуя мне праватизировано и передумал. И они такие в суде. Как это бесплатно? Вот мы вам сделали то-то, 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 а у нас по прайсу это стоит столько-то. А ничего, что у вас это было предусмотрено бесплатно. И вы завязываете оказание одних услуг обязательным предоставлением других услуг. Ну, то есть, понимаете, то есть вот это все просто разваливается. Они звонят, даже вот мне сколько звонков поступало, и всем звонят. Я им говорю, я не в городе нахожусь, вы понимаете, я в области. Ну, и что, смотрите, что отвяжутся, к примеру. Ой, а мы даже и проезд оплатим. Это оплачивается. И такое было. Очень много заявлений на эту фирму ООО «Кристалл». Но до сих пор сотрудники полиции не возбудили уголовное дело. Не провели никакую проверку. Я это знаю. Это же не секрет, что правоохранительные органы там могут крышевать те птицы, там, подпольные горные дома, неважно, там. Пускай это стоматологическая клиника. Они, допустим, чтобы вышла у них этот доход нормально, они отстегивают там определенную сумму. Кто такая судья Маслова? Она никто. Кто такая судья Белозерская? Кто она такая? Она никто. Кто такая судья Хуторцева? Она никто. Кто такая судья Мороз? Мировая судья. Она никто. И таких судей дохрена. Против судей периодически возбуждаются уголовные дела. Их наказывают, сажают на реальные сроки. Это происходит, да. Чудеса случаются. Пришло и время для города Мурманска. Нужно парочку судей посадить. Сейчас. Вот этим товарищам, которые меня заказали, им крайне выгодно, чтобы я заткнулся, успокоился и насладился, упивался местью в отношении Белозерской. Они хотят этого. Кто ей меня заказал, они же ее и сожрут. Сожрут за милое дело и даже не подавятся. Я это все прекрасно понимаю. Белозерская, это тот же самый стрелочек. Это точно такой же Козлов в этом магазине Окея. Охранник вот этот вот. Дебилоид этот вот. Великовозрастный. Сколько веревочки не виться, конец будет. Конец будет. Когда делали вот эту херню в отношении меня, а может просто нужно было Козлова нахлобучить, блядь, и того, кто дал ему распоряжение в Окее, у меня товар отобрать, который нахуй куплен был в другом магазине моей супругой, блядь. Может вот это нужно было сделать? Нет, блядь, пошли по хуй знает какому пути. Сука, знали, блядь, знали, что у меня не было в магазине. Знали, что я не брал, блядь, ничего в магазине. Эти мрази знали это. Они видели по видеокамерам, что у меня не было в торговом зале. Они знали, что этот товар у них не брал. И эти твари, твари, эти твари, другого слова нету, эти твари возбудили уголовное дело, довели его до суда. В отсутствие каких-либо доказательств отказали мне в ходатайстве истребовать видеозаписи с камер видеонаблюдения, что у меня, сука, меня не было в этом магазине. Я ничего не брал там. Отказали в допросе свидетеля, который покупал этот товар в других магазинах. Отказали. И эти твари вынесли приговор. Лишили на реальный срок год и восемь. Вы признимаете почти на два года. Лишить человека, у которого маленький ребенок, супруга, который, блядь, из-за этой хуйни потеряет работу, средства к существованию. Так а вот в процессе, когда это все делалось, нельзя было другому защитнику, где-то в другом суде подать на вот эти действия, как заявить параллельно? Какие защитники, я же вам объясняю, что они просто пошли по беспределу, о чем я вам и говорю, что они, если захотят, они, блядь, могут пойти по жесткому беспределу. Я не понял. Ну вот, к примеру, вот все пошло вот по таким событиям. Уже, как складывается, не очень хорошо. К примеру, там у вас, допустим, есть знакомые, адвокаты, защитники. Материалы у вас, ну как были. Вот то, что давай в другом. Вы, наверное, не владеете ситуацией. Давайте я вам расскажу. Давайте я вам расскажу, как было со мной. Чтобы вы просто понимали, чтобы вы, блядь, в иллюзиях не летали. Чтобы вы не летали в иллюзиях. Значит, с момента возбуждения уголовного дела, с момента возбуждения уголовного дела, мне сначала подсунули одного адвоката, одного адвоката по назначению, Который, блядь, послушайте меня, который, 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 сука, шел с следователя Кондратьевой, поднимался по ступенькам, блядь, а я стоял наверху, и они, сука, пиздели, как они меня должны наебать. Они только, они только единственное не учли, что, сука, я это все слышал, блядь. Вы понимаете, на какой степени эти мрази были кончены, а? То есть, они поднимались по ступеньке, я слышал их разговор, и этот, я не помню, как его фамилия, ну, есть у меня, и он такой, типа, да, я, короче, от этого адвоката отказывался, отказывался, он просто понимал, я просто отказывался даже с ним разговаривать. Они меня там принуждали, типа, ну, ответь хоть что-нибудь, ну, скажи, ну, пойдемте пообщаемся, как бы, вы подумайте, что вам надо, ну, вот эту всю хуйню, понимаете, про то, что, как бы, надо, 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 блядь, надо дать показания, ну, это-то развод, короче, блядь. Все, он вынужден был записать, он был нужен был записать, что, как бы, я, блядь, отказываюсь, вот это все, я ж письменно все это сделал, я грамотно все делал, понимаете? Все, блядь, они видят, что, сука, ну, не сложилось, просто не сложилось, блядь, догадались, что я слышал разговор, догадались, все, понятно, что нахуй надо менять. Подсунули меня другого адвоката, блядь, молодого парня, блядь, Глеба Чайковского, блядь. Пиздец, трусишка зайка серенький, под елочкой сидел, блядь, пиздец просто, это, это, это просто, блядь, ни рыба, ни мясо. Я не знаю, учился он там где-то, может быть, там, какое-то образование у него есть, там, какие-то знания. Ну, этого недостаточно, нужно быть, блядь, мужиком, как минимум, блядь, не ссыклом. Ну, и вот, короче, вот эту, извиняюсь за выражение, хуню ко мне, блядь, пристегнули, и вот он ходил, блядь, он на мне полляма заработал, как бы за счет государства, ему там заплатили, там, около этой суммы. Так вот... Так можно пристегивать даже без... Да, да, в том-то и дело, смотрите, я пишу заявление, я отказываюсь от защитника, защитника там, блядь, пишу, все. Следователь выносит постановление, отказать в ходатайстве, блядь, нахуй он будет, понимаете? Я отказывал... Почему с меня бабки-то не взяли за защитника? Потому что, блядь, я на протяжении предварительного расследования, судебного заседания, я, блядь, постоянно отказывался от защитника, понимаете? Причем не просто отказывался, а документально это отказывался, с заявлениями, в протоколе, везде я отказывался. Решили передать дело в суд. Вы какие доказательства передаете в суд о том, что я что-то похитил, блядь, вообще в этом магазине? Во-первых, в самом событии нету состава хищения. По определению, по разъяснению Верховного Суда. Почему? Потому что для того, чтобы признать грабеж, там, кражу, то есть хищение, должны быть признаки хищения, одним из признаков должен быть умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества, понимаете? Блядь, если человек подходит на кассу и требует, блядь, со скандалом «возьмите у меня деньги», явно, блядь, у него нету умысла спиздить какой-либо товар без оплаты денег. Ну, это, блядь, мне кажется, это любому понятно. А? Вам это, блядь, понятно или нет, что человек, который требует «возьмите, блядь, у меня нахуй деньги за эти две пачки просроченного творога», сообщает в полицию «у меня не взяли деньги за этот просроченный творог, блядь, накажите их, сука, понимаете?» Так, так, следачка говорит «у то, что я позвонил в полицию, это оказывается, блядь, по ее умозаключению явка с повинной, блядь». Понимаете? Пиздец, блядь, красота, блядь! Это у него явка с повинной, хуй с ним, ладно, блядь. Дебилизм, он, блядь, неисправим. Так, а, блядь, а где умысел нахищения товара, блядь? Почему на протяжении нескольких дней вы, сука, не пришли ко мне домой по моему заявлению о том, чтобы, блядь, отработать мое заявление о нарушении прав потребителей, если необходимо, изъять этот просроченный товар и тому подобное, установить, что он просроченный, во-первых, установить, что, ну, вообще, изъять его, блядь. Ну, что-то, сука, сделать, блядь! Ничего, сука, не сделали. Проходит неделя, ну, естественно, сука, мне может у меня этот, блядь, творог валяться на подоконнике, хуй знает сколько времени. Ну, и супруга, нахуй, его выебнула, блядь, в мусорное ведро, блядь, выкинула. Так они, нахуй, так и не появлялись, понимаете? Блядь, ладно, блядь, ну, хуй с ним, возбудили уголовное дело, начали год расследовать. При сроках в два месяца они, блядь, несколько раз продлевали, короче, год расследовали, год расследовали, сука, что вы могли год расследовать? Я пишу ходатайство, прошу допросить такого свидетеля. Следачка пишет. Допросить не представляется возможности, потому что свидетель отказался от дачи показаний. Ёбаный в рот, вы охуели что ли, сука, за это уголовная статья есть, за отказ от дачи показаний свидетелю. Это пиздец просто. Пишу ходатайство, блядь, допросите мою супругу, блядь. Опять, нахуй, какая-то отмазка, блядь, не хотят ее допрашивать. Ну, о том, что, блядь, товар куплен в другом магазине, и вся эта хуйня. Говорю, истребуйте, блядь, видеозаписи с камер видеонаблюдения, что меня, сука, не было в этом магазине. Отказать в ходатайстве, потому что в этом, нахуй, нет необходимости. Блядь, ну как в этом нет необходимости? Это, блядь, доказательство моей невиновности, блядь, что я вам, у вас, нахуй, ничего не брал. Я у вас в магазине ничего не брал. Хули вы меня обвиняете о том, что я у вас что-то похитил? Я у вас ничего не брал, блядь, вы охуели, сука. В этом нет необходимости. В этом, сука, нет необходимости. Ладно, расследовали, хуйня, передали дело в суд. И, короче, назначают судебное заседание. Назначают одному судью. Судья проводит, там, Гирич, блядь, проводит предварительное судебное заседание. Естественно, нахуй, все отклоняют. Все, все, все. Но, Гирич, он там исполняющий обязанности передать суд. Как бы, ну понятно, что видят, что, блядь, ну, блядь, дело пустое, ни хуя ничего нету. И тут, блядь, ни с того, ни с сего. Я у Гирича на судебном заседании без маски нахожусь. Я до этого без маски всегда находился. То есть, там был, решался вопрос о меры пресечения. Я всегда, везде находился без маски. Всегда, везде, во всех судебных заседаниях. И тут ни с того, ни с сего. Почему-то мое дело попадает к суде Белозерской. Вот, ёпте, блядь, ни с того, ни с сего, блядь. Приехала нам, хуй знает, из какого региона, из другого. И сразу, блядь, взялась за мое нахуй дело. Назначают судебное заседание. Я прихожу на судебное заседание. Они дают указание. Нахуй Мамаева не пускать. Не пускать, нахуй, в судебное заседание. И в розыск объявила. Да, не пускать Мамаева в судебное заседание. Какую-то там клоунаду устраивают с этими масками. Оденьте на мордик. Ну, короче, блядь, знают, что я не одену. И вот начинают этот цирк разыгрывать. Ну, и, соответственно, блядь, ну, хули, Мамаев не явился. А то, что там Чайковский, блядь, под моим прессингом, чуть ли я ему пизды не дал о том, чтобы он заявил это ходатайство о том, что, блядь, допустите меня. Естественно, судья отказывает меня допустить без маски, блядь. Т-т-т. Это приставы предоставляют рапорта в судебное заседание, что вот Мамаев не одел маску, поэтому мы его не пускаем. Блядь, ну, ёпти. Вы же видите, что, как бы, Мамаев не скрывается. Он хочет пройти на судебное заседание. И это, блядь, каким нужно, сука, маразмом обладать, чтобы объявить Мамаева в международный розыск. Что якобы он скрывается в судебное заседание. Это, блядь, это конченным нужно быть. Это я не знаю. Я не знаю, что должно происходить. Да, сука, зафиксировано, блядь. Да все, это все зафиксировано. Это все документально зафиксировано. Я охуеваю, что там будет в касатке читать. Я же это все написал, понимаете. Это все, блядь, в деле, я когда СИЗО это все писал, я на это все как, блядь, я троллил ее. Я просто ее нахуй троллил. И она не отдуплила, что она не поняла, блядь. Она не поняла вообще, с кем она имеет дело. Что я ее, сука, троллю. Она не поняла этого. И, по ходу дела, она до сих пор этого не понимает. Они, сука, не понимают вообще, что они делают. Они еще не понимают, с кем они связались. Что все это, блядь, изначально было просчитано. Что это все было предвидено. Что это было умышленно предпринято с моей стороны. Они этого, блядь, не понимают. Так и, короче, в итоге, ладно. Она меня, значит, объявляет в розыск. Соответственно, изменяют мне меру пресечения. Сажают меня в СИЗО. Чтобы я, сука, не мог ознакомиться с материалами дела. Не мог себе защищать. Ну, короче, не мог ничего. Я все сижу, блядь, там, блядь, в четырех стенах. Все. И привозят меня на судебное заседание. Ёбки, блядь. Ну, я ж-то еще говорить умею, понимаете. Я еще ж говорить умею. Я ж могу еще, блядь, там, блядь, разъебать их в судебном заседании. Ну, что у нее остается делать? Конечно, блядь, придумать повод, чтобы, блядь, от меня избавиться. Естественно, какой может быть повод? Это, ёбаная наша, блядь, маска, блядь, всемогущая. Всемогущая маска. Все, Мамаев не одел маску. Нахуй удалить из судебного заседания до окончания премии. Все. Тело рассмотрели в мое отсутствие. Вот так вот проходило судебное заседание. То есть, грубейшим образом нарушили Уголовно-процессуальный кодекс. Просто, где, где, там прямо сказано, блядь, так делать нельзя. Так делать нельзя. Нельзя рассматривать уголовное дело без подсудимого. Нельзя, блядь. Нельзя. Не-ле-зи-зя. Мурманский областной суд. Нельзя так, блядь, делать. Хули вы куда смотрели, блядь. Надеюсь, что Конституционная инстанция вот эту хуйню не пропустит. Иначе это, блядь, позор системы правосудия. Это позор будет. Просто позор. Я, понятно, что если мне касатка отменит, я буду в надзорную инстанцию, в Верховный суд обращаться. Я понимаю, что, блядь, там нету других вариантов. Конечно, этот приговор будет отменен. Ну, блядь, там других вариантов нет. Конечно, он будет отменен. Конечно, я, блядь, дело в суде выиграю. Конечно, я выиграю это дело. Конечно, я, блядь, получу несколько миллионов реабилитацию. Это, блядь, ежу, понятно, блядь. Я никуда не спешу, Белозерская, ты сядешь, ты ответишь за свое решение, ты ответишь, ты ответишь за свой намордник, ты ответишь. И после тебя, после тебя будет Хуторцева. Хуторцева не расслабляйся, не расслабляйся, Хуторцева. Если ты думаешь, что я тебя сейчас не трогаю, это не означает, что завтра, завтра я не возьмусь за тебя. Да, после тебя будут и Маслова, и Мороз, и прочие вот это вот. Не просто так пришел из масочного режима к вам, уважаемые судьи, блядь, не просто так. Давайте жить дружно. Хотите, блядь, работать? Деньги получать? Хотите, блядь? Служите, сука, народу. Народу служите. Выносите в рамках закона решения. Ведите себя достойно в судебных заседаниях. Нехуй устраивать заказные, блядь, судебные вот эти показушки, блядь. Нет. Вот пока я есть, блядь, пока я есть, я буду, сука, вами заниматься. Каждым из вас. Каждым из вас. Ну, я не буду распыляться. У меня есть одна цель. Это Белозерская. А потом остальные. 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 Так а Кассационная где находится эта вся дистанция? В Санкт-Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Ну, слава богу. А то, если тут что-то бесполезное, это все. Да нет, это все понятно. Это все понятно. Я говорю, вообще, Мурманский областной суд, я очень сильно в нем разочарован. Крайне сильно разочарован. У меня, как бы, есть надежда, все-таки, что у нас судебная система, хоть, условно говоря, и гнилая, но не до такой степени, чтобы прогнить до уровня верховного суда, до уровня вообще, как бы, вот этой системы правосудия, чтобы прогнило. Ну, так быть не может. Иначе, как бы, нужно нам закрывать вот эти университеты, юриспруденцию и тому подобное, потому что иначе смысл теряется. Теряется смысл. А какой смысл изучать законодательство, законы, если они не исполняются самими же судами? Тем более, судья назначается президентом, подрывает, как сказать, авторитет президента. Да, каждый судья, каждый судья. Вот они думают, что вот, как бы, вот, я обращал на это внимание, я буду сейчас специально это подчеркивать в других судебных заседаниях. Как только судья будет говорить, суд решил, суд решил. Я где-то молчал, где-то говорил, но я сейчас буду их специально носом тыкать. Не суд решил, уважаемая, а ты, ты решила. Ты, судья, не путай в себе суд и судью. Ты на данный момент просто исполняешь обязанности органа под названием суд. И ты позоришь этот орган. Суд решил, так сказать, отказать вам в ходатайстве об отводе. Да нет, это не суд решил. Это ты, уважаемая Маслова, решила отказать в отводе. Это ты, а не суд решил отказать в ведении видеосъемки. Именем Российской Федерации выносится только окончательное решение суда. Все остальные промежуточные решения выносит конкретный судья в виде определения. Там либо постановление в зависимости какие дела. То есть это просто мнение какого-то чиновника. Судья это тоже самый чиновник. Это клерк. Это клерк в мантиях, который вот, он так решил, он так посчитал. И до себя тянуть лямку о том, что он это рассуждает с точки зрения, что суд решил. Да ни хрена ли ты до себя обязанности берешь, дорогуша. Суд решил. Суд будет решать, когда будет провозглашаться приговор, либо решение суда по гражданскому делу. Вот да, именем Российской Федерации вы должны это оглашать. Именем Российской Федерации. Все остальные решения это твое личное, сугубо личное решение. За которое ты будешь нести уголовную ответственность по статье 305 УК РФ. Мне кажется, в полицию идут только уже просто какие-то конченые отбросы. Нормальных людей там просто уже не осталось. И нормальные люди туда не идут. Туда идут, ну это мое мнение, какие-то люди, которые либо умственно отсталые, либо какие-то имеют другие отклонения. Содержит кто их на деньги налогоплательщиков? Вся эта структура судей. Полицейский доход не приносит, правильно? И вот просто, я как посмотрел там ролик, там просто отвращение возникает. Чем занимаются? Там куча приставов набежала. Там 3-4 снаряды полиции. Вот это и все, вот это ажиотаж вокруг этих масс. Просто как этот, на ровном месте контент делают. Да, в том-то и дело. В том-то и дело. Вот смотрите, я сейчас, когда хожу в Ленинский районный суд, вы не поверите, но как только я захожу в суд, два судебных пристава меня преследуют. То есть, идут за мной по пятам. То есть, сопровождают. Сопровождение? Да. То есть, я иду в кабинет к судье, они подходят, все садятся, ждут. То есть, просто, вы понимаете, вот я один человек на себя оттянул двух приставов. Соответственно, открывается судебное заседание, они заходят, ну, они сидят, они присутствуют в судебном заседании. То есть, находится в судебном, в зале судебного заседания находится я, судья и два пристава. Так а с какой целью? Чтобы по приказу могли вынести? А я хрен его знаю. Я не знаю. Я до сих пор не знаю. Потому что я никогда не давал повода, чтобы, ну, меня там как-то удалять, там, принудительной силой. Я никогда, я себе никогда не позволял никого-то оскорблять, не применять физическую силу. Никогда. Вот судье опасаться меня нету оснований. Ну, просто нету. Потому что, ну, максимум, что я могу, ну, позволить себе в судебном заседании, там, при общении с судьей, разговаривать на повышенных тонах. Это максимум. Ну, хорошо. А где это прописано, что должен сопровождаться, там, допустим, да нигде не прописано. Да, просто судей под меня персонально, видимо, заказывают приставов, которые будут меня сопровождать. Ну, у меня только такой вывод напрашивается. Просто я уже обратил на это внимание, уже несколько судебных заседаний, которые у меня проходили в Ленинском районном суде, ну, просто, ну, до смешного. До смешного. Просто, нет, они ничего претензий не предъявляют. Ничего не говорят. Просто молча идут за мной. Все, садятся, молчат, ничего. У меня ролик там даже где-то есть. Я там, там, какого-то, этого пристава немножечко очпокал, скажем так. Не, просто заявить, что они мешают объективному судебному разбирательству. Да они не мешают. Давайте вместо приставов двух этих участников заседаний своих людей приведу. Нет, смотрите, они не мешают. Ко мне никто не запрещает привезти кого угодно. Ради Бога, приводи. Вот Ленинский район и суд на данный момент ведет себя более-менее адекватно. Да, поначалу началось там, когда мы только начали в этом деле выступать, там Лобанова такая судья есть, значит там начала бугоров бугорази там тары пыры вот сейчас как бы все наладилось как бы судьи мне даже видеосъемку ну разрешают там завражено дать дирь дирь пенёв то есть они разрешают мне видеосъемку но вы вы можете понять что как таковой процесс он не интересен нету там такого контента который бы мне монтировать выкладывать там свой на своем ютуб канале да не интересно это ночью ну что там идет какой-то процессом боба 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 нет ничего интересного но поймите если бы он знал что ведется видеофиксации будет выложена в интернете 200 процентов тысячу процентов он бы себя ввел совсем иначе он бы ни в коем он не в так ну что что идет с аудиофиксации он расслабился он это называется оборзел он привык уже понимаете потому что большинство участников процесса не запрашивает вообще аудиопротокол не делают копий тем более где-то не выкладывают понимаете но не у каждого человека есть youtube канал на несколько тысяч человек чтобы выложить так судебное заседание то чё чё мы бояться ну ну да 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 то что то что они сейчас так суетятся я вам сто процентов говорю это только потому что они поняли в какое говно они попали им нужно выйти из этой ситуации как-то более-менее красиво потому что они прекрасно знают что они судья сто процентов видел ролик где этом его обсираю ну сто процентов сто процентов нет он уже заранее у него предрешено было решение это уже это и уже даже в процессе вот то что свидетелей не допустил и там чуть ли надо медицинское образование свидетелю иметь это уже нужно вынести вынести решение не вашу пользу потому что так должна формироваться судебная практика должно идти по упрощенной системе что ага стоишь на учете автоматом полетел потерял права вот так должно быть понимаете они не должны каждый раз тратить столько времени на вот это дело понимаете простое дело с их той с точки зрения вообще у вас только судебных заседаний проходит столько вообще это уже нонсенс понимаете но он станц они уже только за это должны вас признать так сказать невиновным в этом алкоголизме тому подобное и отказать прокурору в иске только на этом основании за то что вы себя так активно защищаете только на этом основании ну видите это хорошо что у вас уже есть такой хороший опыт дай бог что он будет успешный дай бог это очень хорошо я тут в этот youtube-то тоже вот лазить ты начал раньше тоже лазил фильмы смотрю вот эти смотрю по гибвд там вышли новые в июле по моему какие-то нормативы я потом скину ссылку ну там человек объясняет все доступно понятно роли принципе небольшой там правила остановки что уже имеют право для досмотра документа то я в курсе я знаю я смотрел бы все я знаю ну приказ предыдущий отменен мвд а новые и новые издали там как бы теперь якобы можно останавливать без каких-либо причин проверять документы да это все есть остановка это уже является причиной да да смотрите мое отношение к этому какое я на самом деле человек такой который не буду искать конфликта на пустом месте если мне это не надо ну если нет да да если мне надо ну найти конфликт я его на пустом месте сделаю как бы это вообще не проблема поэтому если не сотрудник полиции остановит беспричинно там ну как бы до введения этих правил как бы я как бы дам дам документы ради бога пойди посмотри господи мне блять мне не сложно на посмотри хочешь блять поддержаться блять полизать понюхать там и хуй за счет с ними делать будешь с какой целью ты их вообще проверяешь но хуй может какие-то подозрения что я у меня прав таких нету или еще что то посмотри но я просто быстрее поеду дальше просто убрать пощупать ну и все я поехал понимаете я понял я я не не я понимаю чем вы говорите смотрите на самом деле вот эти все видеоролики вот этих блогеров ютуберов правозащитников и так далее это все выявляют вот этих корешников коррупционных там и так далее это делается для для цели чтобы вам ну обычным людям показать что вот знаете определенные моменты знаете права знаете какими пользоваться понимаешь вот мне по большому счету для того чтобы защищать свои права но не обязательно включать телефон ну я могу как-то ну просто поговорить с человеком сказать что суши ну блять да хуй знает может быть меня уже многие люди узнают просто не хотят связываться там и тому подобное ну там уже видать что инструкции получили там нет хотя тем не менее это собственность да это собственность больницы я говорю и доктор этот частный собственник всех карточек все нам сказали ничего не выдавать вот и все но не бояться игры ну тут тут просто поймите что сейчас идет сказать война понимаете а когда идет война тут какие нахер правила понимаете когда если есть драка правила уже не существует это блять на ринге правила драка есть драка тут блять не смотрят куда бить надо по яйцам ударить и по яйцам ударить тому подобное это драка тоже нифига не знает таки я не знал это надо вот идешь заявление пишешь да выдать там не тут вот справка медицинский и следующий я как в комментариях писал вторым листом уголовная ответственность административность за не выдачу этой справки и указать все и тогда тебе только выдадут сразу получает это заявление на выдачу а не то что там отказать там туда-сюда что послали согласен согласен смотрите я исхожу из того что люди люди у нас очень очень сильно юридически неграмотный и поэтому когда вы такой момент напишите ну скажем так скрытая угроза о том что если вы мне не дадите медкарту там или копию медкарты то вы и рискуете понести ответственность там какую-то да это окажет на них психологическое давление на кого-то а на кого-то не окажет у меня очень много роликов где человек знает что он делает незаконные действия вот тут допустим на аэропорт города мурманск я там заезжал но человек знает что он не имеет права меня не выпускать с территории аэропорта когда я там груз получал не за это видели не видели те ролики там это давнишние очень до дальнейшние очень ролики да то есть он знает он знает он просто получил указание этого не делать я ему объясняю на пальце что есть там по моему 137 статья уголовного кодекса ограничения свободы передвижения ну тупо блять не выпускать с территории терминала шалфбаум не поднимает и не выпускает я не могу на машине выехать вот они это почему совершают потому что им дали указание понимаете у нас люди очень много людей готовы исполнять заведомо незаконные приказы понимаете вот если работодатель даст указание ну там требовать там то-то там делать вот это вплоть до того что найдется очень много людей если требования работодателя будет на какие-то там фразы покупателя плевать в глаз они будут это делать понимаете вот да это вот везде да вот и вот еще один ролик смотрел этого опять идет суд снимает ну там сразу на видео его пристав на ходе там мадам какая-то у средних лет уже не пускает и то что в суде а даже на входе нельзя снимать вас горит правило ты чем там стенд и потом запрещено видеосъема так я даже не на суде не вот по коридору по лестнице это не пускала там полицию вызвали составе протокол чего-то там вот это правило для вас это вам надо это не для меня это статья 2 конституции что там имеешь право на сбор информации видео аудио я лишь я видел этот ролик я видел но не доходит до этих сам вот у нас правило все хотите сказать что вот эти правила выше конституции смотрите да я я понял о чем вы видите вот это как раз очень наглядный пример когда нужно несмотря ни на что делать то что ты считаешь нужным вот татарашвили да так или как я не помню таташвили он же ну просто проигнорировал эту судебную пристав шоу начал снимать он снимал составление протокола это все молодец молодец а посмотрите как как мы себя ведем судебных заседаниях я понятно что я себя в какой-то степени подстраховываю почему потому что одно дело когда я защищаю интересы себя а другое дело когда я прихожу в суд защищаю чьи-то интересы понимаете здесь я уже имею какую-то степень ответственности не за себя а за другого человека поэтому я стараюсь так все-таки себя вести чтобы меня из судебного заседания все-таки даже по формальным соображениям не удалили ну понимаете да чем я говорю что как бы стараюсь максимально не давать поводы зацепиться чтобы что-то сделать в отношении меня незаконное так вот и теперь уже и мне понятно что вот вот эту фиксацию на плен хоть и даже ауди бог я знает плену здорово помогает и и всегда нужно вести даже не с целью того чтобы как бы для потом этой видеозаписи или аудиозаписи использования а только с целью того чтобы скажем так оппонент видел что вы это производите и у них очень резко меняется поведение они себя начинают вести уже в рамках каких-то понимаете там есть это гражданско-процессуальный кодекс то в этих рамках по-другому начинает понимаете это их останавливает это их воспитывает это вплоть до того что они с вами с вами начинают уважительно разговаривать да да вот поверьте мне если бы я не ввел видеофиксацию видеофиксацию с ментами которых я извиняюсь за выражение иногда бывает очень сильно опускаю в корректной форме да мне пизды да мне пизды уже давно отвешали ну понимаете же да и так это нормальная история позоришь что хочу меня оскорблять и почитайте словарь как этого ожога это не оскорбление говорит наши сотрудники полиции которые остались в этих структурах на самом деле очень трусливые по своей натуре они всего боятся боже 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 они настолько всего боятся что аж блять вот я на них потом не их жалко не жалко на самом деле и мне удивляет когда люди люди их боятся блять цук они нас боятся в десять раз больше чем мы боимся и да порезь кого ты его оставили там на хозяйстве там строчит какие-то бумажки что-то там придет все вот пускай по уезжали я понял что он боится там чего-нибудь не так сделать вот это вот хотя бы с материалами а зачем вам говорит ну да что там же все будет в этом суде-то вот вы только их не жалейте не жалейте вот этих мальчиков там молодых там не блять не жалейте я вас ну надо изучать надо изучать ну вот смотрите я хочу просто обратить внимание что ни в коем случае не ведитесь на милые личика сотрудника полиции на его возраст на то что он такой блять паинько хуяенько там понимаете блять не ведитесь это сука это это блять хуже некуда это это такие это такие люди которые вот он вроде на лицо миленький я не помню сейчас как этого мента зовут блять не помню но у меня есть видеоролики ну и если хотите там потом найдете посмотрите по моему александр александрович его там зовут там блять молодой молодой парень молодой парень который вроде как бы выполняет свою работу да как они любят говорить но его работа заключается в том что он садист он совершает действия которые которые просто блять нормальный человек не совершит он не заставит женщину сидеть в автомобиле который просится я хочу в туалет он не заставит человека сидеть в будке чтобы газом его травила нормальный человек этого не будет делать он не будет так рьяно служить блять хуй знает чему он не будет этого делать так вот вот этот человек блять я не помню как его зовут молодой парень парнишка молодой парнишка я вот там еще стыдил потом и и и и женщина вот эта стыдила которая ему прямо в глаза говорила ну ну вы же молодой молодой человек ну как вы можете себя так вести там и в судебном заседании там перед входом они понимаете вот я смотрю на на вот этих людей да ну вроде 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 ребенок вроде там все такое так это это хуже преступника понимаете я просто к чему говорю что не не ведитесь на вот эти вот с вашей точки зрения какие-то обстоятельства которые как бы оправдывают какие-то действия вот этих сотрудников полиции я вам говорю что там нет нормальных вот многие говорят что типа я там для для окраски что нет не все сотрудники полиции говно я типа такое говорю да нет ни хуя блять сука все говно нету там нормальных сотрудников полиции нету блять я конечно как говорил что нет конечно среди вас есть нормальный блять сука нету уже их если это есть это пиздец это какая-то белая ворона которую еще не уволили которые я хуй знаю почему она там еще служит и как она блять не сдохла блять ну среди вот этих белые вороны самых внезапно да нету там уже и внезап никого не осталось никого не осталось никого не осталось они сука боятся только силы они боятся меня понимаете они меня боятся вот я знаю как они будут общаться со мной сука не будут заискивать они будут глазки опускать они будут со мной интонацию менять все остальное но я знаю что я сейчас отвернусь уйду и они сейчас бомжа какого-то будет опускать отпиздить и тому подобное нарушит все возможные права либо там другого человека неграмотного вот это вот эта мразь которая передо мной раболевствует который знает видит во мне силу боится меня я знаю как он будет себя вести когда будет перед ним не я другой человек потому что я это видел на примерах конкретных примерах я знаю что я не видел еще ни одного человека сотрудника полиции который бы был достоин звания сотрудника полиции даже термина мент не удостоены чтобы их называли ментами зарабатывать пенсию все пораньше прямо так и говорят мне начальник дал указание в отношении тебя возбудить дело об административном правонарушении о том чтобы блять вот там типа блять мелкое хищение блять имущество я ему рассказываю о том что блять я нихуя там я знаю да я знаю ну блять вот я вот он мне говорит а что я на работу что ли блять на завод пойду что ли да хуя мне это надо мне до пенсии два года осталось я 80 тысяч получаю понимаете и эта сука мне в глаза это говорит он потом видел этот ролик он потом подошел извинился потому что он понимал что на нашей стороне сила он понимал что ведется видеофиксация он понимал кто сейчас их будет ебать и когда разговорейцы на него смотрят такие типа ты чё блять делаешь и он такой блять сука им дает понять заткнитесь блять все нахуй отпускаем этих людей не на того называется нарвались котелок варит у человека знает ну потому что хочет до пенсии доработать понимаете блять не помню как по моему Александра Васильевича да хуй его знает это не а по-моему у него фамилия даже что-то блять со словом мороз связано по-моему блять ну я думаю он меня узнает если что хочу констатировать факт сотрудники полиции блять пиздец я вами разочарован ладно сотрудники полиции еще судьи судьи блять ее парасоте ну про суди про суди я вам так скажу что как бы есть судьи хорошие хорошие вот про суди я не буду говорить что есть плохие судьи там есть хорошие судьи гнать бочку на всех не буду пока у меня таких оснований нету пока разочарован только в ментах а судьи есть хорошие вот ну белозерская хуторцева маслова ну к ним не относятся короче все судьи которые запрещают видеофиксацию судебного заседания к ним не относятся это судьи которые не имеют права быть судьями они должны быть уволены с позором именно так и я над этим буду работать я могу учесть все ваши пожелания вы не будете в кадр попадать ни судья ни представитель ответчика я буду сам себя снимать но вы понимаете что с моей стороны это провокация специально чтобы посмотреть какое то есть вот я масловой даю даю очень четкий импульс даю понять ну исправься ну превратись в нормальную судью сними с себя вот эту вот фальш у себя на лице свое поведение исправь ну просто сделай так ну поставь мне какие то рамки хер с ним ну ты сделай себя человеком сделай себя судьей нет нет она все равно это продолжает дальше действовать ну какая разница ну будет камера меня лично снимать ну что вам от этого жарко холодно и вот она придумывает какую то историю о том что вашим слушателям будет неинтересно смотреть видео вы же сами сказали что им достаточное видео да ёбаный в рот да какой тебе вообще извиняюсь вооружение кто чего и как кому что нравится нравится не нравится кажется ну тебе какое дело тебе сказали что я хочу снимать все какое основание ты решаешь за других людей кому что понравится не понравится вот 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 этот абсурд вот этот маразм он просто убивает понимаете и он говорит о том что вот это вот эти солдаты масочного режима это те люди которые будут выносить приговоры удалять из зала судебного заседания подсудимого если он не одел наморник это это те же люди вот это маслова у неё миловидная личика да внешне она ну мне мне нравится да внешне она мне нравится как 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 женщина да скажем так но я не хочу поддаваться на внешнюю оболочку потому что в конечном итоге ты это то что у тебя внутри а внутри у этого человека большая гниль это моё личное мнение гниль почему потому что человек нарушает право моё право моё право вести видеофиксацию при этом она говорит это право суда разрешить либо не разрешить так вы определитесь это чьё право это моё право блять вести видеосъёмка или это ваше право не разрешать вы определитесь вообще для вас вообще имеет значение верховный суд вы вообще куда ходите на работу кто вам зарплату платит вы что здесь вы что здесь сидите что это такое почему почему вот так вот я хочу вот так я так решила вашим зрителям не нужно это смотреть вы сами сказали что для них это не важно но это эти аргументы просто убивают убивают это просто унижение ее в моих глазах и в глазах моих слушателей там зрителей тому подобное ну как она этого не понимает вот вы мне скажите вот как вот эти вот сути не понимают вообще что я делаю не понимают вот эту в принципе не очень жесткую провокацию не должны понимать что вот это то что я делаю я это преподнесу ну соответственно ну ну включите мозг включите разум сделайте выводы что если я это делаю значит я предполагаю какой-то результат если я предполагаю какой-то результат ну просчитайте хотя бы что я хочу получить на чем я хочу хайпануть там нечего включать разума нету настолько примитивно это все работает я поражаюсь как легко управлять человеческим разумом ну очень легко очень легко заявлял ходатайству судьи Зиминой она не запретила мне видеосъемку даже там возмущалась вот это вот представитель ответчика Кристалл да ради бога так я даже не стал доставать камеру все она разрешила мне вести видеосъемку да мне не интересно что мне там снимать там какое-то промежуточное судебное заседание было ни о чем там контента просто не будет но она разрешила она не пошла на вот эту на вот эту херню извиняюсь за выражение они боятся что они попадут в ютуб их физиономии так ты можешь запрещать не запрещать тебя сфоткать я не знаю ну 3 секунды просто блять в любом в любом коридоре где угодно так если как сказать ты нормально в себя ведешь там все это правильно делаешь они должны наоборот попало в ютуб покажет ее с лучшей стороны конечно а если она отказывается то значит что-то тут не чисто что тут непонятно самое интересное самое интересное люди хотят похвалить судью как только я вижу какой-то видеоролик где судья просто себя ведет как судья я даже не говорю о том что там адекватно просто ведешь блять пиздец идет хвалебные хвалебные комментарии блять охуенно судья там то-то а то-то блять разрешила видеосъемку там то-то то вы понимаете блять судьи хвалят за то что они просто блять выполняют свою работу исполняют свою работу да качественно уже за это их на руках готовы носить это уже о чем говорит что у нас это очень редкие экземпляры просто открой судебное заседание проведи все как у тебя прописано в гражданском процессуальном кодексе если это гражданское дело рассматривается ты просто проведи как положено покажи студентам из юридейских факультетов вот так вот проходит судебное заседание вот так я разъясняю права вот так проводится рассмотрение ходатай заявлений вот так исследуются доказательства вот так проходят премии ну покажи чтобы это не в теории было не в учебниках а на практике кстати вот на следующее заседание у меня у сестры получается дочка учится на морского судью вот хочет ну может как слушателям пойти вот тоже изъявило интерес я вообще за то чтобы люди приходили судебное заседание и просто как слушатели смотрели что ну что происходит так ей юридически это я даже ей ссылку скинул на ваш канал ну посмотрела да очень интересно не знаю там что смотрит вот ну вот давай говорит я отправил то есть по ее направлению короче надежда на нашу молодежь надежда вот наши родители надеялись на нас не знаю оправдал я доверие не оправдал но я надеюсь что все-таки молодежь которая подрастает все-таки они не будут там наркоманами алкоголиками и тому подобное а все-таки ну как-то страну нашу будут поднимать все-таки не будут людьми есть очень много хороших людей молодых ответственных порядочных есть очень много людей несмотря на то что как бы нашу нацию уничтожают я считаю что как бы ну есть надежда то что молодежь все-таки изменит наш этот мир я надеюсь по крайней мере на это постоянно ну тоже оплачивается платное там что-то у них обучение тоже кучу денег там отец тратит он тут тоже занимается этим ремонтом квартиру в одиночку ну прилично уходит туда и с ней мама ездит жить ну то есть первое время там какое-то в этом как его в Крыму как же в Севастополе у них заведение учебное не знаю что там выбор этот так бал у них ну вот учится ладно будем посмотреть ну для меня самое главное чтобы наши молодежи воспитывали все-таки характер знание это конечно прекрасно это должно быть это как само собой подразумевается ну молодежь все-таки и любой человек должен воспитывать себе характер опыт еще тоже нужен ну понятно да хотя бы роликов тоже уже там много чего подчеркнуть то можно я вот не знаю почему я такой получился вот как говорится вот почему я такой получился ну вроде я в обычной семье рос как говорится ну я ничем не отличаюсь от других людей абсолютно ничем обычная семья там мама папа сестра там все ну блять ну ну я не могу все-таки позволить чтобы со мной как-то не так обращались ну блять ну я не знаю вот с этого и началось когда у вас первый процесс когда пошел вот как бы говорили там судили серебрянский гест сработал ну возможно возможно да оттуда все и пошло а потом как дальше пошел это как я там в комментарии писал наше правовое как пространство это целина непаханая а мамаев который это взрывает эти пласты вот этого болота так сказать и это очень трудный процесс так очень сложный так сказать пласты а что тут говорить один суд второй третий четвертый бинты все вот все вот это 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 пласты как это беззаконие можно сказать так и это вот все ну просто некому вот это все распахивать просто ну я не знаю все это как тихоря так все это залежало это все застарелое блин ну вот вроде вас как находятся люди рискуя там можно сказать своим временем там и вот это все рисков дофига очень много ну смотрите я все-таки так не думаю я я считаю что все что я делаю я делаю не стоит ну как бы я не делаю в ущерб себе но я так это по крайней мере оцениваю я не делаю это вопреки своим каким-то взглядом я не делаю это вопреки своим желанием я вот амбиции у судей вот этих заказных да похрен не на них понимать да похрен не на них а в 90-е как делали блин там долго не этот группировки то блин там быстро разбирались ну у нас сейчас конечно потише наши времена но те времена то блин конечно были таки понимаете в чем в чем смысл в том что как бы каждый человек смертен да каждый человек смертен но бояться смерти это глупость вот вот мне бояться чего мне бояться вот там недовольный клиентом или там еще чего бояться вот мне на самом деле вообще бояться нечего мне вообще бояться нечего там желающих кто там хочет со мной подраться я им сразу говорю ребята я не этот не мне там не каратист там не боксер я этой хернёй не занимаюсь ходить там не пригласить на рим там не что-то объяснить в по воспитывать ну блять нет не интересно я тебя бегать не собираюсь но если ты захочешь со мной что-то сделать ну попробуй блять попробуй попробуй сейчас получается преступность связано с правоохранительными органами это все переплетено тесно и вот этот разорвать очень трудно блин с эти связи да с этим работает административная машина государственная катит как каток понятно убить человека это слишком просто это пиздец просто лучше посадить на 19 лет сломать да еще проще знаете лучше вот это ну хули убить ну блять это не интересно понимаете не интересно громкое дело будет а так там засел где-то потух и пик его знает было нету да сейчас все по-другому не бояться по быстренькому там да бояться нечего бояться я вот людям говорю что не бойтесь не бойтесь понимаете вот единственный инстинкт самый-самый который у человека развит это блять первый инстинкт это инстинкт самосохранения то есть страх страх понимаете именно на этом примитивном инстинкт и все блять построено даже не на сексе блять не на блять не на жрачки там не начал блять сука нас самосохранение на страхе я могу разговаривать понятно но когда вот получается вот как я сегодня узнал и ты не знаешь что делать не ничего куда чего идти заявление вот это вот все это просто финиш а когда что-то появляется направление какое-то действие уже все это как бы отходит на второй план и начинаешь действовать по плану это понятно ну вот нет я понимаю чем вы говорите вам сложно я понимаю что когда человек что-то начинает впервые делать первая тропинка она как бы ну трудно ее но 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 можно сделать очень просто можно просто себе я не знаю там воспитать выработать внушить там я не знаю мотивировать как-то почувствовать в себе вот этого хер пускай назовем его терминатора понимаете просто делать то что ты считаешь нужным правильным и не важно что там кто как думает не важно что как правильно ты просто делаешь так вы вышел вы же понимаете что я не всегда прав я там когда кому-то что-то затирает но я ж не могу быть вечно прав я могу ошибаться могу и с точки зрения законодательства могу но то как я это делаю понимаете как я это втираю извиняюсь за выражение втираю говорю о том что надо сделать так давлю тоном манерой своим поведением уверенностью я просто ломаю человека игру что ты будешь делать так потому что надо делать так я может быть неправ но человек вынужден подчиниться просто получается приходишь ты вот к этому примеру участковым гатяне не выдам горит там не имею права а я тоже не знаю на каком основании они надо знать не надо знать вот смотрите как я бы с ним разговаривал он не говорит что я вам не выдам все я начинаю его прессовать я начинаю пробовать разные моменты как на него оказать психологическое давление вы мне отказываете вы мне не выдать эти ну допустим говорите я вам не выдам значит материалы я вам не имею выдать права потому что там мои эти самые никак не мы те кого я замечаю сейчас находятся в отпуске их на месте нет работы валом и просто да да хорошо хорошо назовите норму права на основании которого сейчас это все сказали ну я слушаю все молчим чё молчим еще здесь сидишь вообще не надо заикаться заикаться не надо тебе сказали норму права либо назвал либо показал чё замолчал чё замолчать не на не надо мне искать показал чё там тебя на компьютере смотришь показал мне нет зови своего старшего начальника не умеешь разговаривать не смогу найти не сможешь тебе помочь тебе помочь а что ты можешь помогать не надо помогать а что тебе надо что тебе дорогой надо назови норму права я тебе сейчас распишу обязанности бери ручку листочек и запоминай что ты должен делать для меня пиши чё стоишь блять пиши извините у меня много работы ой какой-то заработался бедня давай за и своего начальника я с тобой не хочу вообще ни о чем разговаривать начальника начальника нет на месте начальника нет на месте да ну давай тогда под видео записи то же самое скажи поржем над тобой чё ну блять конечно по покину давай это под видео запись говорите снимаю чё будешь делать силу применять сейчас возможности удовлетворить ваш запрос удовлетворять будешь дома в свою жену мне пожалуйста выдай материалы дела ознакомиться ну чё молчи нету возможности нет ну ты чё блин попугаешь что ли нет дупляешь с первого раза игру меня не интересуют твои возможности и способности сексуальные тому подобное материалы дела покажи который ты на компьютере сейчас сейчас смотрел просто покажи их и все давай я сфотографирую мне не надо говорить экран свой поверни я сфотографирую пойду заниматься своими делами экран поворачивай нет нельзя не фотографировать ничего основание норму права называем просто нельзя просто нельзя да просто лох на этом заканчиваем до свидания контент сделан потом когда я приду в третий раз он будет себя вести по-другому либо он позовет начальника который все-таки должен решить этот вопрос в мою пользу либо он изменит свое поведение на приеме заявление был там присутствовал в кепочке я сейчас посмотрю отправилась нет там видно будет он один в кепке был тоже там смотрел все тоже через заявление у меня-то узнал точно у вас ситуация понятный понятна ситуация там допустим в моих делах там каких-то да у них стоит указание не давать кто им мог такое указание не дать интересно вот для меня это тоже загадка я пытаюсь вообще установить моего заказчика кто вообще меня заказал потому что рассуждать с точки зрения что руководитель там какой-то там региональный или хуй знает какого магазина окей но это блять маразм это смешно это детский лепит это блять никто это ничтожество которое не может давать указания ментам мурманской области районному суду областному суду это не тот уровень я изначально грешил на чибиса до определенного момента думал что это он как-то там влезает в эту тему тем более подрывал его авторитет в том плане что кольца я обсирал и условно говоря его вот эти нормативные документы которые он там подписал видят там масочного режима и тому подобное на два-три дня потом отменял да 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 суды в мурманске приняли решение и за это что же кто-то дал указаний кто-то дал указания они тупо не рассматривали мои дела я творил что хотел я тупо ходил без без этого намордника и у меня был иммунитет мне никто не трогал не менты там отмороженные там трогали составляли протоколы но они все заканчивались тем что они не доходили до суда почему один-то пытался напялить маску пока вот этот вот крючки но это дурачок это дурачок это как бы блять ему можно простить какой смысл человек лежит натягивать маску я вот это не пойму или то что показать что вот он все равно все таки надел но и это это отдельная история не как бы ну тут мне кажется не надо ее рассказывать просто этот человек который на мой взгляд посчитал что он может со мной блять хуй зачем-то мериться что ли я не знаю чё с чем блять у него чё там блять сантиметры закончились или что нет он мне кажется что он одев маску он думаю мог сказать что вот все равно вот этот который я репортивник масок он все равно подчинился и пришел маски в отдел в примеру так смотрите вот такой расклад смотрите все гораздо проще самом деле вот этот масочный режим он просто проявил все низменные чувства человека просто показал потому что нормальный сотрудник полиции нормальный кондуктор контролер там в троллейбусе видишь что человек но ни в какую не одевает маску он тихонечко отходит в сторону и делает вид что этого он не видел понимаете это нормальная реакция нормального человека а долбоёб с маленьким хуем я сейчас образно выражаюсь ну под хуем я подразумеваю свое вот это мировоззрение и оценку своего там достоинства он пытается утвердиться за счет других людей вот этот вот блять кондуктор вот этот блять мент он начинает говорить что да я блять власть нахуй блять я имею право тебе указывать блять что тебе на нахуй носить на лице одень сука на мордник понимаешь и это мразь блять кондукторша блять начинает тебе диктовать условия это мразь ментовской начинает тебя понуждать надеть на мордник это мрази это это ничтожество очень много у меня попадались сотрудников полиции которые подходили ко мне я им говорю блять я не буду я я не ношу на мордник спасибо не они мне предлагали вот я могу тебе предложить спасибо не надо все нахуй разворачивались и уходили разворачивались и уходили все не становился вопрос никто не обсуждал никто никого не понуждал ничего этого не было нет блять какие-то пидоры находились а блять которым почему-то блять надо чтобы другой человек одел на мордник да ты сука надей хоть противогаз блять если ты боишься от меня заразиться отъебись от меня у нас кстати вот ребята которые в воинских частях там ну работали но работает сейчас вот за то что прививку не сделали или еще там что-то их короче лишали премии такая вот была даже ерунда оформлялась это по-другому никого за отказ от прививки премии не лишали никакой магазин за отказ в обслуживании без маски не наказывали нету блять ни одного решения я в каждом магазине игру уху ли вы тут выебываетесь просто покажите конкретное решение суда хотя бы одно хотя бы блять на всю руку на всю страну где были блять наказали бы хотя бы один магазин за то что блять покупатель не одел на мордник нету этого решения и быть не может потому что блять этого быть не может до пугали да запугали говорили о том что если ты это не сделаешь мы так сделаем ну наказывали за другое за разметку блять за эти блять хуйня брызгать там блять дозатор вот эти блять антисептики да за за всякую хуйню на словах говорили о том что вот за то что вы обслужили человека без маски но в протоколе придумали какую-либо другую причину потому что блять невозможно наказать за то что человек без маски покупателей наказать продавца который обслужил потому что блять это невозможно блять долбоёбы потому что ссыкливое трусло которое блять быдло я не уважаю я вот это вот вот это своими глазами лицезрел на протяжении блять полтора или два года я в я в аху и вообще что оказывается вокруг меня столько блять быдло живет я я пиздец разочаровался в этом блять население в этом даже население не могу назвать это скота населения я пиздец разочарован я поэтому изменил свое отношение я хочу сказать что спасибо за этот эксперимент за этот опыт я хуй кто его проводил блять инопланетяне блять правительство какие-то глобальные хуй знает но спасибо за этот эксперимент открыли мне глаза я сейчас блять общаюсь с людьми охуенно легко я блять ими манипулирую как нехуй делать просто блять по щелчку пальца потому что я знаю сука я могу с ними делать чё хочешь потому что они боятся потому что я понял истину потому что инстинкт не настолько силен самосохранение страха что с ними можно делать пиздец чё хочешь просто покажи свою силу покажи свою власть покажи что ты можешь делать с ними нахуй все и они твои рабы они станут на колени они сделают все вы понимаете как блять сука устроен просто мир спасибо блять за этот эксперимент я знаю что с любым человеком я могу блять как из пластилина лепить чё угодно и неважно кто это судья блять ментеныш кто угодно я могу ими управлять обрели некие способности психологические так это простые простые способности ну просто люди такие они просто боятся всего они боятся всего я в ахуе просто я вот сегодня стоял блять на улице смотрю там компания сидит молодых парней там ну побухивают короче идет там прохожие они такие до него доебались типа вот ты типа там служил там тыры-пыры блять я думаю сука доебись ты до меня блять стою возле них там недалеко блять тупо говоря рисуюсь ну ты ебись мне просто и чисто интересно просто блять развести тебя на базаре блять как я там не стоял сука он даже он даже не не увидел во мне жертву до которой можно доебаться понимаешь так в этом причина что что люди ходят сука они они провоцируют быть жертвами понимаете инстинкт хищника если человек себя ведет как жертва блять грех на нее сука не напасть блять поэтому я людям говорю ведите себя как люди не ведите себя как жертвы пришел значит на судебное заседание ожидаю в холле не надо блять тюк 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 обосрались то блять все нахуй все понятно блять и так во всем так во всем просто быть уверенным в себе я вот сам сейчас походил и что в больнице что в полицию ну то же самое что нет нет и все не знаю это никто ничего толком сказать не может да никто ничего толком не может сказать поэтому просто берете блять образно зашкварку делать и блять с этим блять мясом что хотите просто поймите как это делать как психологически на человека оказывать давление все делайте с ними чё хотите вообще чё хотите блять не ну в полиции надо немножко нормы знать там его чтоб припереть там на основании того-то того-то что она не надо ничего нечего не надо ничего знать ничего не надо знать просто нужно выработать в себе способности как с ними общаться как от них на оказывать давление вот мне я не знаю что сейчас происходит я говорю возможно это какой-то степени от того что они уже знают кто перед ними мне просто достаточно прийти просто вежливо сказать мне надо то-то то-то ничем не отказывают все делают блять ну раньше такого вроде не было но значит у них опыт появился я не знаю что у них появилась дали опыт им и все теперь они знают что так-то и так-то надо делать а когда таких прецедентов нету естественно приходишь тут ну попадается так что там там грубость там или еще чего-нибудь там или просто там как это нет это не сразу вот вы потихоньку шорох наводите там все уже как бы тот же youtube смотрят тот же там где-то на словах представьте ситуацию составьте ситуацию чисто теоретически в городе мурманске 10 мамаевых это все там сразу чистка будет моментально давайте просто быть людьми и просто вот ну делать ее то что делаю я как я себя веду может вести себя любой человек я ничего сверхъестественного не делаю не надо так резко не надо так нагло потихоньку по чуть-чуть набирайте обороты я что же не сразу так начал борзеть так с ментами так разговаривать но у меня всегда было в себе какое-то самоуважение что ну как бы я не позволял чтобы со мной как-то не так обращались давайте каждый из нас самим собой будет будете просто давайте вот просто скажите заявите что вот я иван иваныч ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Это не сложно. На самом деле это не сложно. Я, конечно, жесткий провокатор, может быть, не каждый сможет так сделать. Если я вижу ситуацию, когда я обращаюсь к человеку, а он меня игнорит, да, ну не реагирует. Надо жестко его вывести из равновесия. Очень жестко. Так вот я его и вывел. В итоге он что мне написал. Ну понятно, да. У вас есть такая способность, да, как бы быть, вы своим спокойствием, мне кажется, вы видите кого угодно. Я ему сказал, вы сейчас можете меня не хорошо там, не отпустить, но я говорю по выходу, я в полицию обращусь, и вам потом придется что-то отвечать. И все. И вот я теперь понял, о чем он имел в виду. Что я, типа, тебе вот накатаю вот эту бумагу, но ты не узнаешь об этом. Не, ну вам поднянку сделали, конечно, капитальную, тут вопросов нету. Такие моменты замечаю. Вы можете ввесить кого угодно, сразу вам говорю. Ваша фишка в том, что вы пипец спокойны. Не пробить вас. Не пробить, как бы вы настойчиво идете, как бы, да, да, на самом деле я анализировал тот разговор, который был в суде, почему судья-то так психанул. Он реально психанул, как бы. Почему он начал ерничать, почему он начал себя так вести, потому что его взбесила ваша манера поведения. Он вас подъябывает, а вы не подъябываетесь. Для меня это нормально, я считаю. Знание законов, конечно, это хорошо, но психологию надо тоже изучать. И законы, и психология переплетаются, но дают свой результат. Так, ладно, что-то мы с вами столько времени про трэн-трэн-трэн предлагаем. Да ничего, еще успеем наговориться. Ладно, я еще и юристу так и не позвонил этому больничному новому испеченному. Все, завтра позвоните уже поздно, уже время-то 12-й час. А он не спит тоже вечером. Все, Ванька, всего хорошего, до свидания. Спасибо за беседу. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова